Сон. Тайный образ мысли. Атмосфера в ДСК накалилась. Предвестием грозы служило хмурое настроение генерального, который вроде как и не считался уже генеральным, но хозяином быть не перестал. Теперь его не видели на работе разве что ночью, и это неусыпное бдение не мешало ему, тем не менее, быть привычно энергичным, напористым, агрессивным, стремительным, как копье света, точно под кожей у него электрические провода. Да. Внезапным, как раскат грома, точно в ведении его находилось больше, чем жизнь. Сами души, веренные его заботе и попечению. После кампании с объяснительными, часть специалистов уволилась сама, часть дожидалась дисциплинарного решения. Некоторые пришли лично повиниться Олегу Андреевичу и просили не судить строго. На их счет было особое мнение. Генеральный сквозь пальцы смотрел на проделки аттестованных специалистов и без колебаний выгонял всех прочих. Объяснялось это просто. С тех самых пор, как в ДСК бродил предгрозовой фронт, шеф подыскивал стратегических инвесторов. Кому мог бы продать блокирующий пакет акций компании? А один из методов оценки рыночной стоимости инвестиционных институтов состоял как раз в том, что каждый аттестованный федеральной службой специалист оценивался в 2 миллиона долларов. В этом плане аннулирование аттестатов у двух формально ответственных за нарушение законности сотрудников ДСК не только лишило компанию генерального директора и контролера, но и отняло 4 миллиона долларов рыночной стоимости. Вот это Олег Андреевич знал, что не простит Милованову никогда. «Да!» В глазах ничего не стоили. Недостаточно было ковать для него золото и серебро, но на следующий день требовал золото и серебра, да еще в большем количестве. «Алчности его не было предела, не было предела и жестокости, с какой он выжимал из своих подчиненных последние соки, не было предела всеотравляющему тлетворному действию идеи Чистогана, которую он проповедовал. Он сам показывал пример, как должно без конца донимать и выматывать людей, и этого же требовало от своих подчиненных. В результате его контора превратилась в зверинец, притон головорезов, воров и грабителей, нахалов с пудовыми кулаками, где каждая открытая нагло преследовала только свои интересы, плюя на весь остальной мир. Теодор Драйзер Глупо. Что глупо? Глупо изображать из себя непотопляемую Великобританию, подкидывая записочки шефу. Уволим и заморачиваться не будем. Кого? Бешенством блеснули глаза. Теодора Драйзера? Это легко определить. Мне думается, у Аслана Хасаныча есть видеозапись. Вызвали Аслана Хасаныча. Тот явился, весь красный, от напряжения, из арочного проема позади кресла шефа, пожал руки, возрился на дом Верат. Кто сюда заходил в мое отсутствие? Аслан Хасаныч усмехнулся, оскорбленно посмотрел по сторонам. Наталья? Известно кто. А кроме? Кто его знает? Камеры демонтированы. Генеральный дернул плечом. Только здесь их и не хватало. А ты бы рад шпионить за мной? Не, мы все больше по туалетам. Руководству, однако, было не до шуток. Короче, вот писулька. Скажи, чья? Миссия была невыполнимой. Едва ли писульку распечатали на офисном принтере и текст могли набрать сами, а могли с таким же успехом найти во всемирной паутине загодя дома, если бы ее, как в старые времена, написали от руки, тщательно стараясь изменить почерк до неузнаваемости, или отстучали на печатной машинке с западающей буквой «К» посередине, тогда было бы ради чего корпеть, а так бесполезно. Аслан Хасаныч спрятал бумажку в карман, поправил галстук, степенно покачал головой. «Это все? Разве мало?» «Да нет», — искривив рог, трюб пересовокупил. «Здесь ведь вот какое дело. Нашли мы казачка». Олег Андреевич скинулся, губы сжаты, пальцы в кулак. «Кто?» «Из этих. Из чудиков». «Знаю, что из чудиков. Кто?» «Иногда Олег Андреевич натравливал менеджеров друг на друга. Аналитиков на трейдеров, трейдеров на бэк-офис, бэк-офис на бухгалтерию, бухгалтерию на всех сразу. Ему нравилось наводить бурю в стакане, подогревать конфликты, разжигать страсти. Он был виртуоз, провокацией и считал, что дело от этого только выигрывает. В экстремальных обстоятельствах люди становятся самими собой. Поэтому, пока Раздрайя не заходил слишком далеко, он никогда не вмешивался, наблюдал и почитал себя Богом. И в его планах отнюдь не фигурировали предподметные письма. Боятся? Бесятся? Проклинают? Пусть. Но тихонько, там, у себя, в пещерах, у очага, он дал им жизнь, и даже много больше, чем жизнь. Он дал им смысл жизни, работу. За это ему должны курить фимиам, а неблагодарным и недовольным нет места у алтаря. Возбунтителен был сам факт появления писульки. Она свидетельствовала, что кто-то из них считает себя равным ему и судит о нем. Судит за глаза, да еще имеет наглость уведомлять о ходе процесса. А может, отерзить, что Бог умер? Нашли, значит, себе других богов. Чудики. А генерального бросили на издыхание. Вот как. Зверинец. Притон головорезов, где каждый плюет на весь остальной мир. Именно. Не он создал такой мир. Они сами, слышите, сами ринулись в погоню за Чистоганом. Ковать для него золото и серебро. Как ловко закручено. Тлетворное действие идеи Чистогана. Спекулянты, трусы, завистники, лжецы. Вот кто это? Кто это? Бледный выкрикнул он. Глава его безопасности молча уставился на Фендера. Что? Ты, Вадик? От неожиданности Вадим Сергеевич вместе со стулом попятился назад и, глядя в непроницаемые глаза Аслана Хасаныча, почуял, как затрясли с руки. Нет, вымолвил тихо и два и два. Друг его озарило. Без повода, просто так не пойми, от чего. Новые русские, кто сказал? Не такие они уж новые и не такие уж русские. Взъерошенный, как воробей из лужи, генеральный переводил взгляд с одного на другого. Я ничего при нем говорить не буду, процедил Аслан Хасаныч. Надеюсь, у тебя есть причины? Есть. Фендер встал. Бесцельно посмотрел на часы, стрелки указывали половину седьмого. Подожди у себя. Бросил генеральный, и Фендер вышел. Завидная должность, скорее вотчина, чем служба, удовлетворенно, как будто разграфив страницу, подчеркнул Аслан Хасаныч. Так, что скажешь? Скажу вотчего. Четыре года змеюка информацию тянет. Заработал на этом, по нашим прикидкам, около пятисот долларов. И только из-за этих вшивых пол-лимона бес меня продал, сколько я с него потерял. Вот что, Олег, весь убыток господин с чубчиком подсчитает, и он указал в сторону приемной. Я вот чего хочу. Есть вариант обратно деньги вернуть. Все пятьсот? Все. И чудик у этого наука впредь будет. Чудика этого кастрировать мало. Кто это? Долго ты со мной в прятки играть будешь? Когда что-нибудь упрямо шло в разрез с желаниями генерального, желчь делала его бешеным. Гнев редко прорывался наружу так, чтобы Олег Андреевич вовсе терял над собой контроль. Тем не менее, достоинства и способности его подчиненных ничего не стоили, если у него возникало сомнения в уважении к собственной персоне. Град колкости, тычков и понуканий мог обрушиться как на самых близких, так и на держащихся поодаль виновников его расстройства, его безумия. Выживали лишь те, кто привыкал к грубому обращению и смиренно выслушивал оскорбительные тирады. А дальше все было по драйгеру. Проработав под его началом некоторое время, молодые люди привыкали к комфорту, приобретенному благодаря высокой заработной плате. Отказаться от этих удобств, представить, что сумеешь жить без них, было выше сил среднего служащего, а тем более топ-менеджера. Да и с началом кризиса на финансовых рынках надеяться на иную хлебную должность не приходилось. А приходилось крепко подумать, прежде чем обличить грубияна или ответить ему хотя бы ничтожной толикой выслушанных от него оскорблений и окриков. Контора хранила христианское смирение, и когда били по правой щеке, подставляла левую. К тому же подставлять было из-за чего. В упреках была доля правды, а в стряске в известной степени были полезны, поскольку подвигали к профессиональному росту. Под гнетом постоянного страха разоблачения человеческой несостоятельности и банкротства жило большинство специалистов компании ДСК, а может быть и все, включая генерального Эффиндира. Думвера тоже не сразу выбился в люди, и на этом пути ни в ком не встречал сочувствия. Щедрости великодушия были непонятны ему. Правила мораль дикого капитализма Герберта Кларка Гувера. Капитализма гангстерских 20-х годов. Она требовала смотреть фактом в лицо, иметь дело с профессионалами, без колебаний освобождаться от любого, кто не дорабатывал более сильному противнику уступать, но уступать без фанатизма. С ленцой. Не будучи привозной ягодой из Сибири, Аслан Хат Саныч был одного с ними поля, и ему позволялось изредка поиграть в прятки. Тут ведь как, Олег, спросишь, почему пьяный за рулем? А он в ответ, почему трезвый на морозе? Шеф рассердился. Что мне с тобой? Пузыри в лужу пускать. Говори. Сколько стоит? Двести пятьдесят. Половину? Да. За весь фокус с разоблачением? За все. А иначе какой интерес? Деньги вернет? Прямо на счет компании вернет? Все отдаст, сам будет рад. Деньги на депозитах? Да, все здесь, в Москве. По рукам. Сделка не нуждалась в письменном договоре. Аслан Хасаныч знал, Мехасенко платит. Не было такого случая, чтоб не платил. Кто? Саоценко. Твою мать! Я ж его со школьной скамьи, студентом прыщавым ко мне пришел. А он пидор ворует. Вычислили. Не без помощи. Теперь надо материально кое-кого поощрить, чтоб ему пусто было. Саоценко, тварь, надо же, чудик. И стараясь прогнать всякую мысль, а с нисхождений не вставил. А чего при Вадике умолчал? Какие причины? Слишком горд. Никогда не поднимается при моем появлении. Сурово, как полководец в бою объяснил Аслан Хасаныч. Ладно, черт с тобой. Договорились. Только морду не мять, а деньги изъять. Олег Андреевич соскособочился, включил селектор. Наталья. Я, по-армейски, четко отрапортовали на другом конце провода. Зови Бобровскую. И Вадика тоже зови. Будет ему великобритания. Через минуту все были в сборе. Юленька сложила ручки и строго поглядывала поверх очков. Вадим Сергеевич не подавал виду, кого вы проводили четверть часа назад. Генеральный молчал. Со стороны могло показаться, что планерка в одном из многочисленных подразделений организации строй тех и этих монтаж зашла в тупик. Ждали прибытия начальника транспортного цеха. Я вот что хочу сказать, начал Аслан Хасаныч. Нашли мы казачка засланного. За полтинник подноготную продавал. А когда расстроилось слияние телекомов, так и стольник оттяпал. Юленька сжалась. В памяти были живы Филиппики Олега Андреевича о непробиваемой тупости и медлительности юридического отдела. Всю вину за срыв сделки генеральный возложил тогда на ее хрупкие плечи. Уж сколько ей это стоило одному богу известно. Двухнедельного отпуска оказалось мало, чтобы привести нервы в порядок. Улеглось не сразу. Лишь со временем Юленька стала реже вздрагивать от звонка телефона и шума распахиваемых дверей. Есть предложение вернуть полмиллиона украденных долларов. Я возьмусь за поступление денег. Вы за оформление по букве закона. Правильно говорю? Так. Деньги придут на счет компании? Жестко и даже с каким-то вызовом спросила юрист. Назначение платежа. Нужна схема. Заметил Финдир. Думайте, позволил контрразведчик. Светлая голова Вадима Сергеевича быстро подыскала решение. Ничего экстраординарного. Продадим не ликвид. В назначении платежа укажет. Оплата векселей корпорации Три Семерки. И пойдут они ему для обоев прихожей, отвергнутых кабаками городских предместий. Настроение его на глазах улучшалось. Только будет ли он их покупать? Усомнилась Юленька. Не будет, заставим. Просветлел и Аслан Хасаныч. Ты вот чего объясни. Договор Мены нужен? Мены? Какой? Обыкновенный. Казачок покупает у нас что-нибудь высокодоходное. Это вы ему сами сочините. Перечисляя деньги на счет ДСК, А потом я с ним говорю. И он меняет этот свой высокодоходный пакет на векселя корпорации Три Семерки. Разумно, согласился Ваним Сергеевич. Никаких проблем с договором Мены, подтвердила Юленька. Но эту байду про высокий доход ты ему сам баламуть. Расставил акцент Аслан Хасаныч. Он тебя слушает. Финдер насупился. Меня многие слушают. Голь на выдумке хитра, а? У тебя хорошо получается. Потому и ценят. Ладно вам. Олег Андреевич разжал кулак. Тебе, Вадик, нужно подумать, на какую удочку эту рыбку удить. Скажи, какую? Макса Стаценко. Хм. Глубоко мысленно ограничился Вадим Сергеевич. Мне он никогда не нравился, выдала Юленька. Катится себе колбаской по малой спаской. Горбатого могила исправит, отрезал шеф. Все, господа, дело за вами. Но что бы ни позднее... Взглянул на календарик. Десятого числа. Как скажешь, Олег? Обожди, есть разговор. Финдер задержался, и они остались вдвоем. Вот что, Вадик. Что скажешь о Деникине? Вопрос был, что называется, на засыпку. Почему бы ему не спросить Аслана Хасаныча, чья широкая фигура только что гордо скрылась за эргономичным креслом руководителя? Или Юленьку, путеводителя по законам, обрадованную чем-то появлением в приемной? В конце концов, мог бы посоветоваться с Безменовой, знатоком подводных камней и течений. Нет, он желал услышать что-то именно от него. Но что? Какой ответ устраивал шефа? Очень уж обозлилась на него герцогиня. Издалека приступил Вадим Сергеевич. Не имется бабули. До девяносто падишь, ты думаешь, интриги плести. А может и до ста. А пройдет песок сыпется. Ну, а Деникин? Деникин он и в Африке, Деникин. Крутит сейчас день роман, непристойный в подробностях. Пьет текилу и наслаждается жизнью. Что думаешь о его работе? Работает как умеет. Клиентам нравится его манера общения. Финдер не упускал повода разжечь в генеральном ревности. Пользовался для этого всяким удобным случаем. С клиентами у нас проблем никаких. В этом и моя заслуга. По-моему, так. Так-то оно так. Что, есть особое мнение? Думается, в этом и вот Олика. Клиентский сервис – штука тонкая. Ерунда. Наталья без него справляется. Вот даже как. Заметил про себя Вадим Сергеевич. Новых клиентов Наталья не приведет. И не надо. По всей видимости, шеф был настроен антагонистически. О новых говорить не приходится. Тут бы старых удержать. Не доверяешь ему? Михосенко прошелся по комнате, нервно перебирая плечами. Михосенко не доверял. Не доверял никому, даже ему, старинному своему соратнику в деле идейной борьбы за денежные знаки. Хорошие девочки верят мужчинам, полагал он. Плохие разве что иногда. Умные не доверяют никому. Вадик подобрал дельных специалистов и добился кое-каких результатов. С него нельзя спускать глаз. В один прекрасный день соберет всех до кучи и ведет в какую-нибудь двойку монолог. Чует мое сердце. Ему там уже предложили бронзовый постамент и на нем пакет акций. Тогда поминай, как звали вместе с клиентами. Под это дело и сокращение сообразил. Нет, Вадик. Краем глаза Михосенко следил за фендиром. Никуда ты от меня не денешься. По-любому. Не так просто. Но и пакет блокирующий ДСК не получишь. Ни за работу твою, ни за красивый чуб. Тут нужны деньги, большие деньги. У тебя таких нет. Сон мне приснился. Пренеприятнейший такой сон. Заговорил Олег Андреевич. Вижу этого нашего Деникина как живого. Стоит пялится на меня. Эдак нагло пялится. Я ему чего тебе? Он гадюка, ты говорит Михосенко. И ну такие гадости перечитать уши вянут. Хм. Да ведь это лишь сон. Еще бы он мне такое в глаза отчебучил. Припечатаю ему в лоб. Ох, мало не покажется. Ай, забудь. И писульку тоже забыть? Нет, Теодора Драйзера не забудешь. Вот так же и со сном этим. Как в том анекдоте. Ложки-то мы нашли, а осадок остался. Да уж. Первый раз за весь вечер улыбнулся Фендир. Так что, будем делать оргвыводы? К чертям собачьим оргвыводы. Как ты сказал? Уволим и заморачиваться не будем. Это я о Драйзере сказал. Сойдет за Драйзера, ничем не хуже. К тому же, отработанный пар. Помнишь, почему я его на работу взял? Фендир, похоже, забыл. Когда нас трое тестованных было, ты, я и главу. Лицензию получили, отчеты в комиссию. Подписывать некому было. Ты настоял, чтобы Деникин контролером взяли. А искали, кто клиентов привлекать будет. Да, массинировал Вадим Сергеевич. И он подписывал все, в чем ничего не смыслит. Фендира вполне устраивала такое положение дел. Должность контролера компании была исключительным видом деятельности, и контролер не должен был заниматься ничем, кроме как проверкой биржевых и внебиржевых сделок ДСК. Персонально отвечая за достоверность еженедельных отчетов в государственный регулирующий орган. Шеф, со своей стороны, небеспочвенно опасался подпускать кого-либо еще в святая святых ДСК к финансовой отчетности, к черной и серой кассе, к двойной и тройной бухгалтерии, для регулятора, для компаний, для себя. Новые свидетели, дополнительные расходы. Вот почему отчеты рисовал лично Вадим Сергеевич, выдувая нужные регулятору цифры. Деникин их подписывал. С легкой подачей Юленьки Бобровской, не задавая лишних вопросов. Это был редкий эпизод среди множества предприятий по организации клиентского сервиса, которому он не придавал особого значения и не требовал отдельной оплаты. Всех все устраивало, пока гром не грянул и мужик не перекрестился. Аннулирование аттестата у Михасенко формально освобождало должность генерального директора дилер-сервис-кредита для Вадима Сергеевича Буряка, его заместителя по финансам, ведь только аттестованный специалист мог занимать руководящую должность финансовой компании. А Олегу в ближайшие три года аттестация не светила. Таков закон. Аттестат был аннулирован и у ответственного за ставление фиктивных отчетов, то есть у Деникина. Но это еще будет для него сюрпризом. Хотя куда большим сюрпризом станет неформальное, реальное, прямо-таки натуральное его увольнение из смыкающихся все теснее рядов служащих ДСК. Значит, заключил Вадим Сергеевич, уволим в связи с несоответствием занимаемой должности. Именно так. В связи с несоответствием. Основание. Распоряжение федеральной службы об аннулировании аттестата специалиста. Придраться вроде бы не к чему, раз по приказу контролерам числится. Хотя не мешало бы компенсировать. Компенсировать что? Ну, хотя бы моральный ущерб. Да ты что! А кто на днях филиалы заморозил? Тридцатипроцентное сокращение замутил. Может, скажешь, им тоже компенсацию за моральный ущерб в размере годовой оплаты труда? Не скажу. Что еще? Золотые парашюты? Бриллианты в серьгах? Шелковые камзолы? Ты скажи, нам ведь все нипочем. Война, кризис, боевые действия, предатели в тылу и на фронте. Ну все, обуяла досада, подумал Вадим Сергеевич. Попер-бобер. А знаешь, что я тебе скажу? Олег Андреевич сразу маху бросился в кресло. Все они ни черта не стоят. Безобразный малый народец. Я здесь никому не верю, будь оно все проклято. Сидят бездельники, варье, густое скопище идиотов. Не тридцать, семьдесят процентов к чертям собачьим разогнать. Так их хочется вломить в постную рожу. Вон отсюда! Уволен! Финдир воздержался от комментария. Попал под раздачу, сказал себе. Теперь держись, геолог. Крепись, геолог. Пердуха! Эмоциональная лавина. Спасайся, кто может, а кто не может. Олег Андреевич успокоился с той же внезапностью, с какой созрел и решение. Сограем на опережение. Сограем на опережение. Мужик. Ух, а не облако в штанах. Вот что, Вадик, устало произнес шеф. Решением совета директоров завтрашнего дня буковки эти и его генерального замени на должность генерального. Банковские карточки перепиши. Право первой подписи теперь за тобой. Ну, в общем, сам знаешь, что там еще. Да, и пригласи Илью. Где он там потерялся? Через минуту Илья Андреевич уже наливал брату сто грамм фронтофисных. За теневой кабинет, пошутил Олег Андреевич, и опрокинул Хеннесси. За твой кабинет, поднял рубку психолог. Что Вадику сказал? Аж сияет от счастья. В генеральной произвел. О, так надо отметить, с него коньяк. Уже проставился. Весь офис гуляет. Это ты о нашей задумке? Задумка наша, покупка его. Треть сразу уволили, другая за его приказом пойдет. Эх, непростое это дело, уволить полста человек по собственному желанию. Все на контрактной основе, люди грамотные, по судам затаскают. А на удочку с коньяком больше не клюнут. Не клюнут и хрен с ним. Пусть сам изобретет что-нибудь. Даром, что генеральный. Избавив тон, поделился. Хасаныч, жучка проследил. Жучка? Удивленно приподнял бровь психолог. Его самого продал нас за пятьсот баксов. Кто? Деникин? Вот, тебе он тоже не нравится, отметил с удовлетворением Олег Андреевич. Сон видел сегодня. Сбил насмерть пешехода. Просто отлетел от бампера, как резиновый. Выхожу, он лежит. Глядит на меня и бормочет. Сука ты, Михосенко. Смотрю, Деникин. И дальше такие гадости уши вянут. Плиний сообщает о случае, глубокомысленно извлек Илья Андреевич, когда человек вообразил себя во сне слепым и на другой день действительно ослеп, причем без всякой болезни. Что это? Сила воображения? Внутреннее ощущение потери зрения? Здрасте. Снова вижу я тебя который вечер. Это-то здесь при чем? Ху-ноус, как говорят англичане. Неврология имеет привилегированную связь с философией. Не знаю. Не проверял. А вот за Стаценко эти не понаблюдай. Он, пидор, ворует. Стаценко? Не понял Илья Андреевич. Ты же сказал Деникин. Ворует Стаценко, а гадости наговорил. Деникин, вечно ты путаешь. Путаю, повторил изрядно захмелевший психолог. Я же не экономист, я душевед и душелюб. О финансах сужу по новостям. А судя по новостям, приобретение завода «Опель» вот чего сейчас не достает нашей экономике. Эээ, да ты, брат, перебрал. А я тебе про записочку хотел рассказать. Как раз по твоей части. Расскажи. Я молчок, даже если и перебрал. Но я не перебрал. С герцогиней за компанию выпили. Она не пьет. Она не пьет. Удивился собутыльник. Зато курит. И я пью и курю. Ладно. Или на худой конец деревню в Альпах. Ликтенштейн какой-нибудь, бог ты мой. А? Слабо. Не судьба. После речи посполитой никакой альтернативы у нас с вами, батюшка, не было. Вот как. Только бабушка и Юлья в день. Рабство. Шатание. Сталинизм. А ныне новое единство. И опять тишина. Мрак беспросветный. Жуть. Танки на Красной площади. Самолеты в небе. Все. Парады. Парады. А надо немножко души. Немножко в мире с собой пожить. С собой и людьми. Что там? Скинулся. Кто стучит? Допился до чертиков, решил Олег Андреевич. И устремился в приемную. Наталья, я скомандовал. Илью Андреевича домой. Два бледно-голубых сканера с ног до головы высветили искомый объедок. Оценили ситуацию. Уникальный шанс, возопил тот. Уникальный шанс слезть с углеводородной иглы. Прокакан на джипах с бубенцами. Так вперед, по Рублево-Успенскому. Летись, Ройка. Само собой, утвердила Наталья. Петрополь по всему шоссе такие длинные коричневые тряпки развесил. С нами в будущее. Заставьте ваши деньги работать. А в ДСК деньги по факту работают. Заставлять не надо. Если бы кто-нибудь из Петрополя сейчас видел Наталью, то обязательно задался вопросом, откуда у Михасенко такая женщина. Не исключено, что однажды на трезвую голову ему бы стало очевидно, что не надо врать, не надо похабничать, и народ выделит тебе такую же. Ни на кого положиться нельзя, печально рассудил Олег Андреевич. На Безменову разве что. Это предано, как собака, пока кормлю. А дальше что? И как? Я, отбрасывая сомнения, постановил. А ведь право пьяное чудовище. Тишина. Мрак беспросветный. Жуть. Приступы Коты тем временем одолел Илью Андреевича, и ему уже спешно наливали из кулера воду. Вот незадача, пробормотал шеф. Да что сегодня с тобой? В Лихтышнштейн заходил. По делам. Не суйся с худым концом. И хлопнул беднягу по спине. И Кота прекратилась. Надо же, починили. То ли обрадовалась, то ли сделала вид, что обрадовалась Наталья. Мехосенко пожал плечами. Нет, Наталья не лицемерила. Она и вправду не смогла бы отличить, чему искренне рада, чему ей положено было радоваться по штатному расписанию. Плотью и кровью своей срослась она с дилер-сервис кредитом. И ныне, разве что природному катаклизму, под силу было разворовать эту органическую взаимосвязь. Такого сращения много лет добивался Олег Андреевич от старожилов ДСК. В этом было что-то семейное, что-то очень доброе, приятное, как память детства. О море и островах, ярком оранжевом солнце, купаниях в золотом, синем, фиолетовом океане. Все, чем он грезил когда-то и что затерялось где-то там, за горизонтом, безвозвратно, навеки ушло, как могло уйти, ощущение. «Может, кофе?» осведомилась Наталья, наблюдая, как выруливается стоянки армейский вездеход шефа. Об этом автомобиле в офисе поговаривали, что он бронирован, как танк, с пуленепробиваемыми стеклами и климат-контролем. Это была крепость на колесах, где можно было жить, путешествовать, варить кофе. «Кофе, кофе!» постарался приободриться Илья Андреевич. «С коньячком можно и кофе. Коньячка не обещаю». «Не беда, коньячок уже внутри», – похвастал психолог. Он сам налил себе кипяток и насыпал зерен. «Мужчины», – сказал значительно с ударением на слове, – «мужчины, как кофе!» «Лучше всего крепкие и горячие, чтоб не давали покоя целую ночь». «Этим и лучше», – Наталья неодобрительно посмотрела на умника, однако вряд ли смогла бы его смутить. «Разве мало?» – приосанился он. «Ответьте-ка мне, Наталья, на один только вопрос», – продолжил с той же значительностью. «Спите ли вы в пижаме, голой или по ситуации? А я вам скажу, кому вы склонны хранить верность – мужу, любовнику или обоим?» «Очень смешно», – укоризненно ответила Наталья, – всегда готовая дать отпор любому, пусть даже самому ничтожному по сигновению на честь и достоинство компании ДСК, равно как и на свою собственную. «Вам чего от меня надо, Илья Андреевич?» Приставучий психолог, между тем, уже забыл о своем предложении. С ужасом, нескрываемым белым ужасом, он смотрел на то, как надоедливая мелкая морось сменялась густым облипающим всех и вся снегом. «Что-то не ладится над Скандинавией», – упавшим голосом изрек он. «Теплые массы воздуха перестали поступать на территорию Восточной Европы. Что делать?» «Мы спорим о Востоке, Западе, тешимся мыслю о Юге, а властвует Север. Солнечная активность снижается, аркетический циклон продвигается вглубь и чудится мне медленно и верно, от края до края, накроет страну своим хладным, крабовым, все примеряющим саваном». «Как мрачно!» «Европе предсказывают повторение маундеровского минимума». «Так-то!» «Малый ледниковый период!» «Как после века гения в Декарте и Решилье!» «Вы опять побледнели!» «Да», – глухо произнес психолог, – «С Новым Годом!» «С новым счастьем!» На днях в Италии состоялась демонстрация протеста против глобального потепления. Двое получили обморожение. Такие вот шутки. «Если б ты знала, Наталья, как я устал от этих поземок, снегопадов, голого льда, от этой выветренности, всепроникающей пошлости, упрощения!» «А зачем?» – спросила она. «Что зачем?» – удивился психолог, но по зрелому размышлению согласился. «Действительно!» «Зачем?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok Подменяя понятия, подшучивая над множеством несопоставимых значений. Это все так. Значение придается действием, смысл осознанием и языком. Важно другое». Ухаживает ли женщина за собой, ревнует ли мужа над миром действительного, восходит идеальная реальность слова. Мир возможного, разумного, волевого, восходит над горизонтом обстоятельств и несовершенств. Мир ценностей над недоразумением неполноценности. Вера в него, как в некое превышение горизонта, сказочное заоблачное царство, начало нравственности и умственной жизни, жизни в действии и языке. А если не поверишь, то, увы, не поймешь ничего ни в этом коне игры, ни тем более в самом космическом замысле. Ночных часов было мало. После обеда, променяв асфальт скоростных дорог на прибережные волны и песчинки в ворсинках полотенец, они заныривали в постель, чтобы полчаса быть вдвоем. Он, солдат индустриальной войны, уводил ее туда, где воды были чистые и прикосновения столь нежные и застенчивые, как будто все происходящее было очень-очень давно. Но на заре туманной юности. Путешествие длилось вечности. Заклинания прошедшим, благородная ржавчина старины и освобождение от повседневности переносили в некое вольное, первоначальное состояние забвения все дальше и дальше к концу, к пределу, к выходу из мира угля, смолы, мировой торговли и колониальных товаров. По сущности, в семье есть дыхание. Ей нравилось, когда он вдруг крепко сжимал ее, лицом зарываясь в подушку. Через несколько мгновений все было кончено. Она ощущала в себе его тепло и необыкновенную полноту. В такие минуты он казался и большим-большим ребенком с классически правильными чертами лица, что вызывало смутное, неотвязное желание удержать, запечатлеть его лицо в памяти и пробуждало долгоиграющую страсть более, чем женского растворения по любви. Да, пожалуй, его наружность не обманывала. Если грозная, сладостная, аж таре от богини любви войны на мертвенно-бледных крылах своих под звуки струнноголосых цимбал и бой барабанов витала когда-нибудь над роковыми союзами, то их союз вполне можно было считать роковым. Он вглядывался в ее облик. Она одевала темное бордовое платье, распускала волосы и под вечер, отбрасывая длинные тени на стриженную траву, они праздно шатались по дорожкам гольфовых полей. На зеленых газонах семейство воронов степенно сменяли фронтоватых игроков и гордо покручивали клювами у пустых лунок. По заливчикам ступали белые, как пятна снега, аисты. Над головой проносились хлопотливые, как хозяюшки, чайки с черными отметинами по краям перьев. Голосили беспечные, как дети дрозды. Солнце садилось за ломанную линию восточных гор, и куда-то мимо него в закатную дымку ускользал поднимающийся с аэродрома воздушный лайнер. Услушливый гарсон тыкал в циферблат и на ломаном английском объяснял, что вот-вот заработают оросительные насосы, и растормошенные они спасались бегством из-под брызжущего радугой напора воды. Тогда он видел ее, видел свою легею в великолепном изгибе короткой верхней губы, в сладострастной стуме нижней, в смеющихся ямочках на щеках, в улыбке больших влажных глаз. Свет играл со всем ее обликом, окружая, перемещая, скрывая, раскрывая изумленным взором его совершенства. В кафре у кафешек и магазинчиков местный лед громко цокал языком и приглядывался нагло и пристально, что, конечно, совсем не нравилось кавалеру. И в то же время ему это льстило. Льстило внимание к ее красоте. Она же брала его под руку и одаривала других взглядом Коко Шанель. Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю совсем. Он полагал, что жизнь временами надо пробуждать переменами, будоражить всплесками эмоций, давая почувствовать всем и каждому, что живешь. И он чувствовал себя дорогим, очень дорогим. Вот это женщина, преклонялся он. Излишняя прямолинейность никогда не мешала ей вписываться в повороты судьбы. Ее гордость и якобы принципы потому вряд ли многого стоят. Но это ерунда, она носная. Ведь ее чувство и нежность стоят всего существа, всей моей любви. На какую способен? Женщина. Что за слово? Женщина. Это... Он пытался сформулировать и тут же расписывался в беспомощности. Что-то бабье есть в этом. Практика совпадала с теорией во всех финансируемых случаях. За десять фунтов они нанимали ток-ток и маленькое, двухместное, переделанное из мотоцикла такси, пофыркивая и позвякивая, катила в Бутик Марина, район фешенебельных апартаментов и пришвартованных у набережной яхт. Под открытым небом в интерьере одного из отелей пустовали обеденные столики. Было тихо, удобно и хорошо на душе. Это был лучший из возможных миров. На стене, под пальмой в катке, он прочел простенькую вывеску. Ресторан Дольче Вита. Ресторан Дольче Вита. Увидела и она, забавно нарисованного усатого повара в колпаке. Видишь, тут окна во двор, и чего-то тут особо не видать никого. А-а-а! Уразумел он таинственную необитаемость окон. Это коридор. Коридор. Угу. Сейчас к морю пойдем. Как красиво, сказала она, поравнявшись с линией больших и малых яхт. Каждая ценой в целую виллу, рассудил он, и строки поэта вплелись в разговор. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по-прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Яхты, почти все молочно-белого цвета носили невероятные имена. На одной из Саутгемптона было пижонски выведено Джосем. На другой значилась ласковая Анадья. Третья почему-то называлась Хамам. Среди двух десятков судов лишь несколько оказались старой доброй Викторией, заурядной леди Соней, еще одной Галатеей и обыкновенным Назаром, что наверняка принадлежал новому русскому Назарову или Назаренко, ради хвостовства, начертавшего столбовую фамилию на носу, корме и для пущего эффекта над тонированным стеклом кают-компании. Кое-где выселись мачты без парусов, мыли палубу люди. «Квикве соум», — подумала Ольга. «А чего?» — развел руками Демасик. «По Средиземному морю суда приплыть через Суэт — дело нехитрое». И правда, география судов была самая разнообразная. Кипр, Греция, Гибралтар, Туманный Альбион, изрезанная фьордами Скандинавия соседствовали на причале. «А потом», — загорелся Демасик, — «можно и в Индийский океан к сомалийским пиратам. Не жизнь, сплошные приключения, не соскучишься». «Приключения, думается, ждут нас еще впереди», — невольно заключила она. «Да, меня, во всяком случае, это уж точно не соскучишься». Слухша сказала. «Леша Панасенко помнишь? Выучился на капитана, теперь ходит к капитанам». «Яхты?» — ставил он со значением, боясь, как бы сильная мысль не ослабла, устаревая. «Панасенко самому себе не хозяин. Его вместе с судном зафрахтовали. Знаешь, сколько он зарабатывает? Не сегодня, а завтра на своей яхте кататься будет». «Не факт», — возразил Демасик. «Еще и отца с братом на борт взял. Одного поваром, другого матросом. Семейный подряд, берут всех подряд. Вроде того. Жизнь на море, им ничего не стоит, а заработок идет». «Ну и славно», — горько отпустил он. «Домик купили, скоро гражданство получат». «Где, в Монако?» «В Испании». И, заметив, как Демасик насупился, добавила как бы в оправдание. «Не знаю, мне вообще нравится все морское. У меня пунтик какой-то такой. Я немножко на этом деле повернута». «Погляди, какой у них пляж». Демасик указал на огни на мысе за гаванью. «А это строится. Это мы видим из панорамы. Но это дальше стройка, а тот пляж готовый, где загорают. Вон яхты стоят еще. Обалдеть! Сейчас мы оттуда сфотографируем. О, смотри, маяк. Ага, осторожно!» Он остановил ее на крутой ступеньке. Стемнело. Пришлось достать кофту и курточку. От кальянов потянулся яблочно-сладкий туман. По набережной поползли ленивые переговоры. Бухта задышала пряностями и соблазнами восточной кухни. Злинный, похожий на средневековую ладью, яхты, на них смотрел одинокий пассажир. Он стоял в широком дверном проеме, близкий и недостижимый. Позади призрачно светился салон. Красовали столовые приборы, мягкая кожаная мебель приглашала лениво вздремнуть. За всем этим угадывались виллы, загородные клубы, приморские курорты, красавицы-женщины, изысканные манеры и, словом, все, что соответствовало требовательному и тонкому вкусу. Сама жизнь, должна быть, поощряла это пристрастие к роскоши, незнакомой с беспокойством, усталостью, тяжелым трудом и превратностями судьбы. Благополучие и общая слаженность были явлены словно бы для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, каких высот может достигать богатство, в каких пучинах бедность тонуть. — Что ему? — спросил себя Демасик. — Зачем следить за людьми, будто вышел не из толпы? — Чего ему недостает — секса или любви? — Секс и любовь — вот полноценные отношения. Одно без другого приносит больше разочарования, чем радости. А он одинок со своей галатерией и, несмотря на все свои деньги, бездомен, раз предпочитает жить на борту и каждый день менять обстановку. Аноним путешествует по миру. Сам себе границы и паспортный контроль. Живет в какой-то своей высокомерной непрекаянности, будто не из этой звездной системы, будто никогда не рождался и никогда не убрал. — Чем отличается, значит, от меня? — спросил поэт. — Ничем, ничем. Человек, наблюдающий за жизнью со стороны, вне толпы, уже не принадлежит истории. Кочевник, аноним, несомненно. Наряду с философами и любовниками — это еще одно племя намадов. Ведь он — соблазн какой! Для многих миллионов загнанных историй по ролям разыгрывать пьесу рыночной экономики. Впрочем, Димасик не спешил с выводами. А легкомысленные велосипедисты описывали круги и мешали сосредоточиться, хотя в конце концов и они остановились, положив ладони на руль и распрямив ноги. Ветер казалось все еще дулом в спину и порусил об шлага рукавов. И тогда все застыло. Все покорилось тотальной субъективацией слуха, зрения, умственного решения. Ароматы фруктов и тушеной баранины перемешались с густым, как мед, благоуханием парфюмерных салонов. Ночная мгла пропитала каждый земной уголок. Это был мир, полный нездешнего очарования паузы. Паузы, на которой все прекрасное, освобожденное от истории, прекрасно само по себе. Молодой благодушный аптекарь принял их за бельгийцев. Они купили у него сандаловое масло и апельсиновый крем. «You may just eat this!» Он изобразил, насколько аппетитно можно уплести содержимое банок. Расстегнул и застегнул халат. «It's cold tonight!» В аптеке горел ровный дневной свет, и кроме них не было ни души. Димасик с любопытством разглядывал расставленные на полочках продукты местного изготовления. Мази, масло, ароматизаторы. Манипуляции с халатом повторились еще раз, и Ольгу это насторожило. Аккуратист с египетскими глазами. Хочет видеть, как я прореагирую на его стриптиз. «Дудки!» Поутру собрались в Дендеру. Сначала о них забыли, и Димасик изрядно понервничал, доказывая, что они едут именно в Дендеру, а не в Карнак, и вместо гробниц долины царей хотят видеть луксурский храм. «Что? Их нет в списке отъезжающих? Не надо, ля-ля. Он не будет мотать на ус то, что ему вешают на уши. Да, у них такая программа. Они заплатили по 80 долларов, и худо будет тому, кто попытается лишить их радости подбирать разбросанные щедрой рукой и принимающей компании золотые кружочки золотых возможностей». В довершении выяснилось, что кухня не учла для них завтрак. Тут забатиковала Ольга. Ее организм решительно отказывался терпеть до обеда за две сотни километров в одной из гостиниц Луксора. «Будь может, в той самой, где Агата Кристи сочинила убийство на Ниге? Сочинила неплохо. И хотя Ольге без разницы, куда их повезут, если откажут в завтраке, она сочинит не хуже». Желудок требовал своего, и готов был породниться с совестью, которая как хомяк или спит или грызет, когда Демасик вручил ей картонку с фруктами, соком и бутербродами, не весь кем забытую на стойке у администратора. На перекладных они добрались до Софаги, где настигли следующую в Дендеру туристическую колесницу. «Айс-крим! Мороженое айс-крим!» На одном дыхании горланила абориген. «Айс-крим! Мороженое айс-крим!» По-видимому, он ничего не мог продать, поскольку кричал непрерывно. «Теперь можно жить», сказала Ольга, позавтракав и подарив Демасику апельсин. Они снова петляли между песчаных гряд и холмов. «Вот бы погонять тута на квадроцикле!» – размечтался Демасик. Потом был городок с забавным, хотя и древним названием Кена. Целый ряд рукавов и лагун, поля, огороды, финиковые пальмы, бульдозер, корчующий бетонные плиты, крестьяне, черпающие воду из обмелевшей протоки, железнодорожный переезд со старой кахосним убарок, электричкой, зилы на светофоре, полицейские с калашами и… и один час в храме Хадхор. Это было совсем не то, что пейзаж из окна. Возведенное во времена Цезаря и Клеопатры, величественное сооружение было декорировано знаками зодиака и барельефами самого жалкого стиля. Отец египтологии Жан-Франсуа Шампольон находил их отвратительными. Архитектурное совершенство с гипостельным залом в 24 колонны, где на капителях высечены лики Хадхор, святилищем, вестибюлями, подземными хранилищами, возникло, когда баяние доживало свой век, а зодчество еще удерживалось на вершинах достойных древнейших богов. Гений Шампольона сумел расшифровать египетские иероглифы, выбитые на розетском камне, но алиповатые скульптурные украшения под потолком были выше разумения бонапартиста. Весьма возможно, что блестящий ученый, в 16 лет водивший двенадцатью языками, не был чушь позерства и все для того, чтобы не столько изоплечить упадок греко-римского периода и египетской истории, и воздать должное величию династических ее форм, сколько вознести свое знание об упадке и величии до аутентичных высот. В отличие от Шампольона, Деникин был в восторге от мощи колонны хрупкости барельефов. Без них, несмотря на все великолепие в дни праздников и ночи затмений, храм не был бы роскошным приютом хат-хор, а роскошь, что было известно задолго до оборотистого американского бельца Дональда Трампа – самый прибыльный бизнес. Надо только знать, кого и как развести. Побывав в подземелье, совсем не мрачном, то ли из-за того, что было озарено светом дневных лам, то ли потому, что дух жрецов, хранителей сокровищ, облагораживал его незримым присутствием, по узкому пологому коридору они взобрались наверх. Стены коридора были испещрены рисунками торжественной царской процессии, что как будто двигалось вместе с ними своим странным пружинящим шагом. Тени направлялись навстречу Новому году, исчисляемому со 2 августа, когда обычно начинался разлив Нила. Наверху теплый ветер оливал лица. Солнечные лучи проникали в сокровенные тайны камеры мумифицирования и часовни, где боги и богини несли на руках землю. Правый коридор уводил вниз. Они спустились по нему так быстро, как если бы опаздывали на поезд. «Смотри, Евтушенко!» Димасик подтолкнул ее к высокому седовласому мужчине, чем-то похожему на Папу Карла, каким тот запомнился в образе актера Гринько, и напел в самое ухо. «Поздно! Не любить тебя поздно! Ты уходишь, как поезд! 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 Я не на пароне! Дождь! Не плакать! Дождь! Не плакать! Пусть поплачу я за тебя!» «Скажешь тоже!» — приостановилась она. «Хотя похож! Он собственной персоной! Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправишь!» Папа Карла вперил в них обеспокоенный взгляд, граничащий с подозрением, не пущен ли на растопку его буратино. «Потерял, наверное, кого-нибудь», — слабым голосом определила она. «Или выпал из-за вагона московских писателей!» Из вагона писателей, из него родного, когда в сиятельных небесных светилах иссякает амброзия, питающие души столичной интеллигенции, последняя отправляется со знакомительной поездкой по российским весям и городам. Писатели объезжают страну в мягких купе и не перестают удивляться, что вокруг все еще говорят по-русски, а люди мало чем отличаются от москвичей, те же руки, ноги и голова. И самое удивительное, кое-кто даже читает книги и проявляет к ним интерес. Вот эта радость, вот этот стресс из сетей информационного общества. Они попадают в дебри доиндустриального, сельскохозяйственного, спускаются в шахты, посещают цеха, погружаются в недра промышленной революции начала прошлого века. А и там жизнь! Писатели просто не знают, куда девать свою радость. Они готовы поделиться ею со всем миром, с Москвой. И они делятся ею. Пожалуйста! На канале Культура и Интеллигенция обсуждают, как это хорошо, что люди в России почти ничем не отличаются от москвичей. Ты можешь это слышать? А чего стоят восторженно умильные рассуждения о стране, которую они знают, как мы Египет, из окна персонального скоростного вагона? Мы хотя бы осознаем разницу между жить и побывать. А ведущей за ведущей нет, недоумки. Артистическая жизнь во славе и цветах, урывками между встречами со зрителями-читателями и помпами презентаций, представлялась ему надуманной, неестественной, мешающей главному – жить, мыслить, дышать. Творческому человеку, полагал он, следует избегать публичности, иначе за снежной кисей ее и признанием не удастся жизни, какая она есть. Как же ты их не любишь? Ненавижу просто, как Пьеро, напомнил Демасик. Все основанное на ненависти себя изживет. У меня нежно-страстный симфонический всекрик ненависти с указанием на любовь. – Неважно, все равно слова превращаются в камень. – Нет, важно, – сказал бы Геня Зарядский. – Слушалось бы его? – Нет. – Милые задроченные люди, – вздохнул Демасик. – Размягчение мозгов приводит к ужесточению нравов. – Жалко мне их. – А тебя пожалеть? – Меня? – Не стоит. – Почему? – Объясню. – Мне нужен час или хотя бы полчаса счастья и любви, а не полстолетия памяти обо мне. – Глупо испытывать гордость там, где можно получить удовольствие. – О как! – Всегда знала, что ты сосуд сладострасти. – Ты о чем? – О том, что ты вряд ли согласишься променять любовную связь на все богатства фараона. – Это смотря какого фараона. – А то были и такие, у кого одни только долги. – Незабвенный Леонид Ильич, например. – 18 лет праздников, торжественных дат, речей и пустого труда. – Чем не фараон? – Разве труд бывает пустым? – Бывает, еще как бывает. – Вот смотри, строительство пирамид. – Все человеческие и материальные ресурсы страны тратились на пирамиды, а экономическая выгода равнялась нулю. – Во всяком случае, и тогда. – Это сейчас толпы туристов не дают просесть экономике Египта. – То же самое строительство танков, подводных лодок, самолетов и их перехватчиков. – Короче, вся советская военщина изводила уголь, нефть, металл, человеческие силы и все ради чего? – Ради того, чтобы быть списанной спустя 20-30 лет. – Пирамиды тысячелетия хотя бы стоят, а вся эта военщина обнулила труд нескольких поколений людей, истощила недра и перевела к тому, что гидроэлектростанции, старелетейные заводы, транспорт, образование, наука использовались для сооружения еще большего числа танков, самоходных орудий, подлодок и прочей чепухи, ныне с амортизацией на 90%. Что с ней делать? Экологию она портит, экономический эффект – ноль, немного выше, чем от пирамид в эпоху Нового Царства, а головная боль и надорванный организм налицо. Трудились, трудились, работали, работали, а на выходе – пшик. И все почему? Потому что богатства эти самые фараоновы распределялись не на основании экономических соображений, а на основании политических и идеологических вымыслов. Наш север, видите ли, кто-то захватить хочет. Реки нефти и киберлитовые берега под угрозой. Весь мир мечтает на таймыре да в Якутии жить. Бред, сказка, миф. Мне говорят, завоевывают не для того, чтобы жить, а для того, чтобы владеть и получать прибыль. Знаешь, как я отвечаю? А скажите, говорю, что нам из всего этого принадлежит? И в какие офшоры уходит вся эта прибыль? Имена собственников припомните? Припомнили? То-то и оно. Кто в доме хозяин? За разговором пришлось нагонять основную группу. Обойдя вокруг храма, они нашли всех у барельефа с изображением Клеопатры и ее сына Цезариона перед тандемом Азириса и Изиды. Молодой гид в бейсболке и джинсе рассказывал быстро, много, эмоционально. По-видимому, он был из тех, кто изучал русский язык в центре российской культуры и общался с ровесниками или с не совсем академичными преподавателями. Любимым его словечком было «прикольно». «Сейчас я вам покажу еще одну прикольную вещь», – он указал на тенис туалет. «Видите колодец из Священное озера? Там Клеопатра принимала ванны. Прикольно?» Старик-араб в гордом одиночестве сидел на том месте, где за две тысячи лет до него резвились красавицы из окружения царицы Египта. Сидел поджидая, как подумал Демасик, кого бы обдать из шланга тугой струей. Это было бы прикольно. Потому что неосуществимо. Вода из озера ушла давным-давно, а старик разве что мог подать руку и попросить фунт за услугу. Тут Демасик покраснел, представив несколько иной шланг и другую струю. Хотя тоже было бы прикольно, потому что незабываемо. «Любовь», — вдруг обратилась к нему Ольга, — «любовь, когда ей отдаются поэтические натуры, не в силах насытить вулканические души. Чем больше любишь, тем больше хочется любить. Сердце сгорает, а нет, жизнь обрывается». Это ты о Клеопатре? И о ней тоже. Когда мне лень убираться в квартире, это бывает частенько, то мой стол у Эркера весь в вулканической пыли. «Пожалуй, у меня внутри колокочет Везувий». Или «Эй, яфлятео Кудль» упировала «Фимвердюхаус». Боже, он еще не потух? А ты как думаешь? Я думаю, от этой дыры пепла больше, чем огня. Как знать, как знать. Сани нордического происхождения, а колесницу солнца рисовали в виде сани. Свет. Его можно и тушить, и проливать, и видеть. Сопровождал на всем пути от Дендера. На ясном небе не было ни облачка. Дороги валялись в асфальте. Красномордые министры мечтали юнгами в Атлантике плавать. И черная вселенная не была отравлена любовниками. В Луксоре им показали исторический музей с двумя мумиями фараонов. Демасик окончательно убедил подругу, что это зеленые человечки. Такие длинные у них были кисти и стопы 52-го размера при росте в метр сорок. И головен, ну, точь в точь, как хрустальный череп из последнего фильма об Индиане Джонсе. После обеда они сели в филюки и поплыли вверх по течению. Прогулка продолжалась с четверть часа, не более. Было ветрено, не холодно и не жарко. Радовало и то, что не пришлось грести веслами, как это предвещал Демасик. Ольга поначалу испугала его шутка. «А что? Катаются ведь на квадроциклах верхом, как на лошадях. Падают, ноги ломают. Не удивлюсь, если посадят на воздушный шар и заставят надувать». Ничего такого не произошло. И проплывающий мимо парома с комфортабельными каютами для круиза, и цапливо седающий на островках хворост, и мальчишка рулевой, готовый сделать ручкой сразу, как только объектив смотрел в его сторону, все настраивало на мысли о том, насколько безмятежной может быть жизнь. И город дворцов отсюда, с реки под небом голубым, представал золотой обителью яркой звезды, чьи ворота прозрачны, волк исполнен ночей, и невиданной красы лев – огнегрев. Александру Македонскому Египет сдался без сопротивления. Сатрап и Дария предчувствовали разгром персидской державы, и коптские жрецы без околичниц, провозгласили Александра Фараона. Покоритель добрался до самых Фиф и молился величайшим из храмов своим богам. Завоевывать Азию он отправился в уверенности, что сам Зевс явился ему отцом. И вот, наконец, и они достигли пилона Луксурского храма. Было четыре часа пополудни. Церемониальное величие поражало с первого шага. Ворота в храм возвышались двумя усеченными пирамидами, соединенными каменной перемычкой. Из-за колоннады в глубине святилища закатное солнце пробивалось на плечи гигантской статуи Рамсеса II. По обеим сторонам от входа восседал он, спокойный и твердый, на нерушимом вечности в троне. У ног фараона укрылась крошечная фигурка его жены Нефертари. Здесь же, на тысячелетнем основании, сохранился единственный обелиск, покрытый иероглифическим письмом. Парный его собрат почти двести лет назад был вывезен за море и установлен на площади Согласия в Париже. Рисунки на стенах пилона повествовали о подвигах Рамсеса в войне с хетами. В них миф переплетался с реальностью и вымыслом могли показаться героические, необузданные его атаки, божественное его происхождение и невероятная жажда жизни и силы любви. Умерев почти в столетнем возрасте, Рамсес пережил многих своих наследников и успел основать новую столицу в Пер-Рамсесе. Долгожитель разгромил Сирию и Финикию, построил храмы в Абусимбеле, Абидосе, Фивах, Мемфисе и оставил по себе память, как о последнем великом династическом правителе земли коптов. Недавно раскопанная аллея сфинксов уходила от луксорского храма к Карнаку и была залита солнцем. Бараньи головы сфинксов, головы прирученных животных поносили умиротворение. Прежде здесь в тени пальмовых ветвей прогуливались жрецы, а реже фараон со своей свитой, богомольная знать и военачальники. Потом храм скрыли пески. Люди больше не возделывали земли, и аллея сфинксов между протуберанцами духа опустилась на дно легенд и преданий. Храм был обнаружен мусульманами при постройке мечети в 16 веке и стал доступен взором любопытных европейцам спустя три столетия. Трудно вообразить, сколько вычерпано песка, чтобы открытые цветки лотоса и закрытые бутоны папируса на капителях колонн снова увидели белый свет. Когда территория храма, включая часовни, статуи, залы, дворики, вестибюли и помещения жрецов, была расчищена, мечеть оказалась высока над землей. И при взгляде снизу потребность пользования лифтом, чтобы оказаться наверху по возможности без происшествий, изнастоятельно превращалась в неотложное. Лифта, разумеется, не было, и мусульмане поднимались на молитву с обратной стороны языческого святилища ОМОНа, не мешая гостям города дивиться чудесам древнего мира. Храм и ныне великолепен. Ничего не зная о сакральном предназначении архитектурного колосса, не мудрено было принять его за дворец. Хотя кто запрещал жрецам гневать и ночевать под его сводом? На одной из стен сохранилась православная коптская фреска, а другой, в глубине служебных комнат, двумя тысячелетиями ранее, был изображен некто старчащим во всю свою недюжинную мощь гиперболическим фалосом. Толпа итальянских школьников в Галде обступила незнакомца. Смотрите, сексуальный бог, бог Виагра, разодорился гид. Это не бог Виагра, конечно, это бог плодородия, видите, с одной рукой. И рассказал какую-то нелепицу о мужском семени. — Видеть старение любимых людей, — обронил Димасик, — я бы предпочел стареть один за всех сразу, чтобы любили меня вечно молодые. Обратно протискивались сквозь орды иноязычных племен, все прибывающих и прибывающих, несмотря на поздний для начала осмотра час. Храм служил пунктом сбора для возвращения в протестантский прибранный рай, где все блага калькулированы и включены до тех пор, пока позволяет банковский счет. Хотя это ли не благо многоязычьей народов? Культура послушна хранить тайну во времени. Каждый язык открывает свое окно в мир. Люди живут на границе миллиона реальностей, откуда множество окон выходит в мир и всегда могут открыть любое. Не без труда, было бы желание, и тогда появляется сила распахнуть еще одно окошко. Свобода видеть и слышать мир еще в одном горизонте событий. Дмитрий вспомнил бедное наречие площадей и посчитал странным, что из всего фасада окон обыкновенно открыта одна только форточка. Аллилуйя! Вечно живет тот, кто живет в настоящем. По звуке флейты во дворе прощаюсь с этим ясным небом и мыслями стремлюсь в тот край, где столь нижены прикосновения. Продекламировала она. В автобусе, наладив наушники, Деникин нашел местную радиоволну. Пел Леонард Коуин. Низким печальным голосом поэт пел о любви. Денце мне к Dale леонард Коуин. You're both of us above Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to the children Who are asking to be born Dance me through the curtains That our kisses have at work Raise the tent of shelter now Though every threat is turned Dance me to the end of love Это был голос Америки После музыки заговорили на английском Пытаясь выяснить зачем Молодые люди занимаются политикой Экскурсионная вереница стояла в пробке В городе зажигались вечерние огни Ольга подремывала И Димасик прислушался к беседе Ведущий принимал звонки Задавал вопросы Иногда помогал с языком Общее мнение Озвученное по преимуществу девушкам Состояло в том, что политика дело грязное На тех, кто идет во власть Нельзя положиться ни в семейных Ни в дружеских отношениях Это карьеристы Неспособные к сочувствию И не умеющие любить Вот тебе и угнетенные женщины Востока Бойко их рассуждают На выезде из Луксора по просьбам радиослушателей Робби Вильямс пропел рейдио И через неделю, пообещал ведущий Обсудим гомосексуализм Ну, протянул Дмитрий И снова припомнил, как захлебываясь возмущением Леток-эток пятнадцать тому назад Студент пятого курса Макс Шушанян Кричал на пороге потоковой аудитории Этот урод предложил мне с ним жить Мне, представляешь? Будто я педик Урод сразу ретировался Шушанян сверкал глазами И посылал ему вслед страшное ругательство Надо будет предложить Обсудить эту тему в ДСК Тут и Михасенко позабавится Чудики Уже сквозь сон промелькнула последняя мысль И Деникин поник головой на плечо Во сне какая-то фига Внушала ему, что Лебниц плохой философ А он сомневался, как один философ может быть плохим А другой хорошим Не слишком ли хороши они оба? Чтобы можно было рекомендовать одного И уничижать другого Из-за льгуны больше не уезжали Хотелось только лежать Лежать, нежесть на солнце Или засыпая в обнимку под грудой одеял Каждый день спортивная Крепко сбитая эфиопка Ростом под метр девяносто В форменной футболке от панорама Хэлсэнта Навязывала услуги заведения Бодро шагая по пляжу Она вещала, когда историческая мать всех племен Массаж! 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 Поглаживала по головам и целовала в маковку Мужчины не сопротивлялись Жены и подруги были в шоке Чего она хочет? Спросил Демасик Предлагает массаж И только-то Ходит тень наводит Работа такая, минуты бесплатно Сеанс сорок минут сорок долларов Откуда ты знаешь? Ниоткуда Просто некоторые вещи я знаю Но не придаю им значения А если буду предавать То не буду знать А ты хочешь их знать? Хочу И буду Будешь И не успел Демасик приподняться на локте Как рядом выросла статная эфиопка Массажи! Массажи! Грацис фюр айна минуты Айна минуты, айна минуты Возмутился Демасик Фюнф минутен Фюнф минутен Рассмеялась эфиопка И взъерошила ему волосы Казанова! Неожиданно для себя Демасик растерялся И черная женщина Ритуально поцеловала его в темечко И была такова Когда бы меня так причмокнули Прошептала Ольга Меня бы стошнило Несмотря на приглушенную интонацию Прознесено это было С уверенностью врача-эксперта Демасик перевернулся на живот Теплый ветерок прижимался к нему Точно ища внимания, привета Хотя бы чего-нибудь И Демасик теперь уже не сомневался Что Бог Это идея свободы В тесной мерке ушной раковины Вился снежный вихрь Вился всегда Достаточно было сложить ладонь Поднести к уху И слышался Однозвучный гул Умещаемого в горсти океана Спаянного бесчетным Множеством связей Гудящего из баловства В пустоту Просто так, чтобы было Кому угудеть В абсолютном его просторе Было что-то от паралича Из раза в раз Вихрь совершал Один и тот же Черно-белый Перформанс С бесконечностью Ветром Снегом Почему вечность С самого появления своего Люди заняты языком Ради соблазнения Он отождествлял себя с текстом Одним большим смысловым пятном С размазанными краями Тем самым только усиливающими Его смысл Боги числа И многорукие знаки слов Символы времени Слагали его Но как Как Допытывался он Откуда взялись Эти слова Всему свой срок Когда поток иссякнет Узнай А если срок не настанет Значит уже все сказал Что ж, пожалуй Это лучше и достойно весьма Если ангелы за тебя Допишут твою историю А иначе пусть она все Катится мусорным полем Не приглядом Как лыси ноги Незарецкого Медь звенящая Кимбал прицающий Улица моя Лиственная Взгляды у людей Пристальные Жизнь на границе Миллиона реальностей Что может быть щедрее Пусть жизнь уносит темнота Ведь сущность жизни Красота Прошу Стань сильнее меня Стань ласковее И только одно Нам не жить Друг без друга Такая вот песня Ленточка моя Финишная Все пройдет И ты примешь меня Но есть и другая Как безмерно Оно Притяжение земли Притяжение полей Печальных ракет Всех дорог По которым мы в детстве Прошли И дорог По которым Пройти предстоит Кочевники Там Горы высоки Там Степи бескрайние Там Ветры летят По проселкам Пыля Все было Замысленно Мы Дети галактики Мы Дети твои Чьи Дорогая земля От кого И замыслу Предстояло Осуществиться Чтобы увидеть Что действительно Хорошо И только одно Не изменится Этот порядок Вещей Ангелы Вы хотите знать Сколь прекрасен Мыслимый мир Ощутите Притяжение земли Притяжение друзей Притяжение Любимой В далеком окне Ты сам Я приду В человеческом Облике Только меня Не узнают Но я буду знать Что вы Добрые люди Струны Брянчащие Обретут силу Естественный Ритм тела Совпадет С невыносимо Прекрасным Ритмом космоса Dance me to the children Who are asking To be born А что им Детям внушают Поженились И жили долго И счастливо Как бы не так Жизнь куда сложнее Куда больше Вариантов счастья И любви И несчастья И приключений Себе на голову Ну так что Dance me to the end И снова В тесной мерке Ушной раковиной Вился снежный вихрь До конца любви Танцевал Леонард Коэн И весь этот Египет Александрия Луксор Храмы и пирамиды Кайты под Над морем Волны Мачты Мечты Поцелуи Золотые песчинки В горсти Бабень И Клавдия Шрам Жизнь Сказка Бешеные скорости Праведные слова И правильные пути Все Что виделось И мнилось Все было сном Только сном Во сне Ну и Ночь после назначения Вадим Сергеевич Провел тревожно Соседка Та что из Китая Вернулась Заглянула Вечером На чаек Теперь Их встречи По неволе Ограничивались Чаепитием Еще неделю Оба должны были Лечиться Антибиотиками И воздерживаться От спиртного И сопутствующих Увеселений Посетовав На невозможность Регулярного общения Они расстались Уходя Она все-таки Поцеловала его Виновата Пролепетав Видишь Как получилось Кто же знал Не стоит Слова утешения Обыкновенно Были у него На языке По молодости Бог дает красоту И ты пользуешься Ею как должным А позднее Приходится Отрабатывать Щедрый аванс Хотя бы И таким Не самым Изящным способом Из всего сказанного Она мало что Поняла И потому Предпочла Лукавую похвалу Умной беседе А ты молодцом Генеральный Звучит круче Чем зам По финансам Ну Я завтра Зайду Извольте Голубушка Пригласил Вадим Сергеевич Сердечно Будем вам рады Барень Хорошенькая Личика Ее озарила улыбка Недаром Тебя Графом зовут Есть такое И польщенный Граф Был предоставлен Чистолюбивым Мечтам Среди ночи Он вздрогнул И проснулся С чувством Неутоленного Голода Ищу Врага Который Будет Отдавать Мне свой Ужин Проворчал И поплелся На кухню Разогреть Что-нибудь Съясное Сознание Чего-то Неприятного В этой Низости На которую Толкали Его Не покидало Что за черт Лечение С увлечением Надо было Разобраться В чем тут Проблема Пока В микроволновке Шумно Парилась Курица Он сонным Филином Провожал Поток Машин За окном Огромный Чужой Фантастически Глядящий Город Так и не ставший Вадиму Сергеевичу Своим Жил своей Неявной И непотайной И ночной Жизнью Переехав В Москву Он будто Сделал Глубокий Вдох И застыл Вся его Деятельность Бурчание В животе И шевеление Бровями Его положение Которое Поначалу Выдавалось За кратковременное Ничего не Менялось Будто Кто изучал Диафрагму На вдохе Изучал С досточностью Не позволяя Шелохнуться Удерживая Внутри Тесного Рентгеновского Аппарата Повышение Казалось Должно Было Пронести Облегчение Если не Освобождение И разрешение Дышать Полной Грудью Куда Там Мы Приходим В лабиринт Называемый Миром Размышлял Граф Мир Этот Земля Женская Душа И Начало Она Ждет Мужчину И получив Выжимает Всего Все соки Всю кровь И очень Скоро Принимает Но уже Как могила И снова Ждет Семя Другого Неизвестного Пришлого Гордеца Чтобы повторить Все от начала И до конца С новым героем Сейчас он Совсем Не против Было Выпить Курица Была Готова Действовать 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 Вадим Сергеевич Приободрил Себя При помощи Нехитрого Заклинания И приступил К позднему Ужину Факт Что все Мы умрем От этого Никуда Не денешься Ножичком Он Располосовал Белое Мясо Но с таким Же Успехом И можно Сказать Что в Ближайшем Будущем Мы все Еще Будем Живы И это Радует Жизнь Состоит Из Краткосрочных Перспектив Иначе Мы не Сумели Бы Воспользоваться Кредитом Внезапно Он понял Что Разбудило Его Это Было Странное В своей Реальности Предощущение Разговора С товарищем Который Оказался Совсем Не Товарищем А Засланным Казачком Шпионом Ныне Разоблаченным На радостях Он Было Совсем Упустил Из Вида Это Щепетильное Дельце А Оно Требовало Неотлагательного Решения Ряда Вопросов Во-первых Как заставить Подлицеверным Деньги Какими Посулами Выманить Треклятые Миллионы Во-вторых Как Обезопасить Семья Им Овладели Небеспочвенные Опасения Олег Дал Мало Времени А спрашивать Будет Жестко И в первую Очередь По этому Поводу Шеф Само Собой Спросит И за Все остальное Это уж Будьте Покойной За Всегда Но О Засчастных Пятистах Тысячах Не Это и кадровый Вопрос Ведь Таким Образом Освобождалась Вакансия Управляющего Головным Офисом Вместе С вакансией Финдира Вот С детства Вадим Сергеевич И нащупал Возможность Одним Махом Разрубить Гордиев Узел От Исполнения Обязанности Финансового Директора Олег Его не Освобождал И это Тоже Будьте Покойны Не Освободит Шеф Ого-го Как печется Конфиденциальности Своих Доходов Опять же Аслан Хасаныч Пособил Застарелой Паранойи Шефа Так что К его Обязанностям Финдира Всего-навсего Добавятся Функции Генерального Но Это Всего-навсего Несомненно Звучит Куда Круче Права Соседка Хотя Формально Должность Финдира Завтрашнего Дня Становится Вакантной На Эту Приманку Пожалуй И следует Ловить Премудрого Пискаря Был бы Пискарем Премудрым А то Ведь Так себе Рыба Селедка Пацан Барская Рука Полезла В холодильник Стоп Приказал Владимир Сергеевич Пиво Противопоказано Вот Черт Он Попытался Вообразить Будущий Разговор Сначала Решил Надо Принять Поздравление А уж Макс Прибежит С поздравлениями В первых Рядах Это Как Пить Дать Заговорщически Подмигнет Нет Отечески Положит Руку Ему На Плечо Или Лучше Уверить Что только Его Макс И видит Своим Восприемником В должности Финансового Директора У него Мол Есть Соответствующий Размах Вот Тут Он Придаст Вес Каждому Слову Может Даже Воскликнет Подмигнет И Положит Руку Ему На Плечо На Макса Это Должно Произвести Впечатление Этот Макс Вообще Смахивает На Тайного Эратамана Так Что Любое Прикосновение Будет Долго Переживаться Им После Пусть Это Как Раз И Крутовый Сок Но Пить Не Стал Поставил В микроволновку Там Он Разогревал Всю Еду И Если Можно Кипятил Чай Хорошенькая Личика Соседки Улыбнулась Ему Спереди У нее Трусики Есть А Сзади Нет Вспомнил Но Тут Принудил Себя Вернуться К Прерванным Рассуждениям Мифы Иногда Бывают Полезны Наверняка Менеджеры Среднего Звена Свято Верят В Сверх Доходы Генерального И Его Заму Расскажу Ему О Директорском Фонде Или Фонде Директоров Или Никак Не Будем Называть Скажу Мол Есть Закрытый Денежный Мешок Для Своих С Гигантской Доходностью Сколько Ж 150 180 Годовых Хватит Банкир Дурака Видит Издалека Выплата Дивидендов Два Раза В год Любой Спекулянт Согласиться Так что Добро Пожаловать В клуб Миллионеров Да Замечу Сколь Вступительный Взнос Не меньше Миллиона Долларов И Чем Скорее Тем Раньше Вступишь В должность Финдира Этот Взнос Объясню Гарантия Для Олега Что Не Слиняешь Через Месяц Другой На сторону Ну А Через Год Полтора Доходностью Окупает И Получаешь Чистейший Барыш Тот Он Растеряется Признается Что Таких Денег У него Нет А я Ему Не Позорься Какой Ты Финдир После Этого Под Доходность 140 Годовых Кредит 40 Годовых Не Найдешь Миллион Не Соберешь Ищи Кредит Сколько Надо Вот Тут И Выяснится Что Есть Только Половина Суммы Тогда Морду Тяпкой Ну Прикину Может И Пойдет Сделаем Одолжение Для Начало Потом Сам Будешь Настаивать Чтобы Сумму Увеличить Как Можно Больше Но Тут Подчеркнул Возможности Ограничены Олег Ограничил Депозит Тремя Миллионами И То Честно Сказать Сумма Вполне Достаточная Чтобы В качестве Дополнительного Награждения За труды Праведные Посмотрю В глаза Ему При слове Праведные Наверное Отведет Глаза Своей Заведущей Как Бы Не Почуял Что Игра Окончена Тут Пусть Выбирает Или Должность Финдира Со всеми Драгоценными Приложениями Или Осторожность И потери Карьерного Роста Или Пан Или Пропал Он Выберет Первое И Пропадет Просто Захочет Еще Больше Денег Власти Уважения Беглый Каторжник Тот Еще Туда Ему Дорога От Суммы И от Тюрьмы Как Говорится Тут Народу В мудрости Не Откажешь Половина Суммой Другая С тюрьмой А Есть И Такие Кто Суммой С тюрьмой Не Все В Партаках Разве У нас Еще Боятся Таких Попал В общем Пацан В засаду После Такого Провала Пирожками Идти Торговать Ни Одна Компания Наоборот Не Пустит Финансы Беспощадны В суждениях Что Ему Остается Без работы Без денег Возьмет Да и Подкараулит Хмурым Утром Раскитается Эх Вот это Едва Не Мягкотелый Не Осмелится Слабак Скосоротится Сок Был Сладким С кислинкой Лимона Таким Что Больше Всего Нравился Вадиму Сергеевичу Ему Хотелось Чтобы Такой Была Его Жизнь Чтобы Все В ней Было Прекрасно Все Удавалось И Легкие Кислинки Не Портили А Придавали Эксклюзивный Вкус Аромат Цвет Лосьон Русский Дух Лучшее Средство От баб Прозвучало Откуда-то Из Нетер Памяти Ерундовина Какая С морковиной Привяжется Не Отстань Из Той Жи Оперы Что Настоящие Мужики Кончают Три Раза Как раз И Может Заказать И Закажет Именно Того Кто На Деньги Развел Его Барина Вадима Сергеевича С Шефом Воевать Не Станет И Тому На Все Это Плевать Твоя Безопасность Ты Беспокойся Говно Really Shit Как Говорят Американцы И С Этого Приходится Начинать А Дальше Что Так Ведь Михасенко Стает Вопрос И Правильно Ставит Перспективу По-любому Надо Иметь Иметь И Видеть Видеть И Иметь И Барин Невольно Представил Чертовски Завлекательные Трусики Которые Спереди Есть А сзади Чтобы Увидеть Попу Надо Раздвинуть Да Вот Что Значит Взять На Себя Ответственность За Советский Союз Вадим Сергеевич Усмехнулся Можно Взять На Себя Всю Политическую Ответственность Но Никак Не Общечеловеческую Вот Так же И В моем Случае Я Абсолютно Чист Перед Компанией И Перед Стоценко Макс Наломал Дров Олег Восстанавливает Справедливость Мое Скромное Участие Орудие Или Средство Ровным Счетом Ничего Не Меня Потом Граф Подумал Что Не мешало Бы Оценить Своё Скромное Участие В этом Полумиллионном Мероприятии Но Решил Что Мелочиться Не Будет Мехосенко Уже Оплатил Ровный Счет Назначив Его Генеральным Снаружи Падал И Таял Снег Седую Ночь Разрывали Фары Машины В сущности Никто Никого Не Любил Граф Потушил Свет И Вернулся В спальню Улегшись В постель Он Придал Своим Рассмышлениям Несколько Иное Направление Итак Он Теперь Надолго Ли Насколько Самостоятельно Это его Руководство Не найдет Ли Олег Для него Замену С другой Стороны Кто Если Не Он В отсутствие Шефа Планерки Проходят Обыкновенно В кабинете Зама По развитию Макса Птицына И Лишь Потому Что Кабинет Его Переделан Из Зала Заседания Ученого Совета Исследовательского Института Птицын Был Прыщавый Великовозрастный Ребенок Он же Начальник Отдела Долговых Обязательств Ох 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 Хлебнул С ним Лиха Олег Андреич Какие Сделки Обставляли Чего Вытворяли Векселя Городских И областных Администраций Энергетических Систем Злезных Дорог Чем Только Не жонглировали Сколько Изобличили Фальшивок Бородки С краденными Бумагами Гнули Пальцы У Птицына Тогда не лицо Было Сплошной Волдырь Это сейчас По салонам Красоту Наводит Что ж Помогает Частично Страшным Не быть Кровь Гнилая Ничего Сделать Нельзя Потому Наверное Не в коня Корм Ему В глубинке Агентские Офисы Открывать До бумаги Скупать Другой Не тянет К тому же Стукачок Мелкая Душонка Труслив Пожалуй Руку Жмет Глаза Опускает Стыдится Стыдится Сбоку На бок Заворочился Вадим Сергеевич А то Что ж Душа Исполненная Чувством Величайшее Совершенство А чувством Исполняет Только Свобода Свобода И неопределенность Будущего Неизвестно Что там Такое Можно Сказать Лишь одно Будущее Принесет Совсем Не то Чего Ждем Под Лужечкой Опять И сосало Где же Булочка Спросился Литер Но Хлебница Была Пуста Вадим Сергеевич Больше Не желал Баловаться По пустякам Тревога Росла Что Если У Олега Другие Планы Не Подыскал Ли он Уже Замену А граф Нужен Лишь Так Неприятности Пережить Кто Ж Тогда Шушанян Вот Кому Море По колено Любимчик Партии Три Макса Стоценко Птицы На Шушанян Их так и прозвали МММ Самые перспективные Кадры компании Шушанян Гуру Фондового рынка Светится на телевидении Аналитик Куда ему еще И так хорошо Красавица Жена Умница Шуша Вадим Сергеевич Завидовал Ему бы такую супругу Министром бы стал И никаких соседок Эх Бойся Ацезариться Полинять Это бывает На что теперь Помечтать нельзя Мечтать не вредно Фильм такой видел Нынче модный сюжет Мальчика в девочку Превращают Девочку в мальчика Обменялись телами И понеслась В развязке Получилось нечто хиповое Мир Где никому Не надо работать В пути лица Где сегодня Ценится больше Чем завтра Приятное Больше чем полезное В жизни не так Грубый капиталист Вынослив Проникнут Животной энергией Да и волю Растопчет всех Этих чудесных людей Способных с удовольствием Срывать плоды каждого часа и дня Все это не наше Чужое Как город за окном И не Америка И не Европа И даже не Азиатчина У тех все много круче А что наше Аварский каганат Домострой Джук Победитель победителей Парановых Израсходовавшей страну Технологические прорывы Проекты обещания Надо и будет Корона несказанного богатства Весь этот изысканный ужас Вызывает сомнения Вот Антарктиду Точно наш русский мужик Открыл Эх Потому там никто не живет Эдгар Пона фантазировал Как в непосредственной близости От полюса Нашли остров С чернокожими Не начи с черными русскими Усталость наконец Смежила веки Вадиму Сергеевичу И уже сквозь сон накатила Живешь Да всего доживешь С чего же начался этот человек С плача по умершему, что ли Счастлива У Георгия Александровича разболелся желудок. Разболелся так, что перепуганная Елена Ивановна хотела было вызвать скорую помощь. — Зря, — сказал глава дома. — Наверное, съел что-нибудь. — Понятное дело, не с голодухи. Только что же такое съел-то? Чужой скверный вкусил. — Обождите, Елена Ивановна. Расскажу, и у вас заболит. — Чего заболит, Жора? — Сердце, я думаю. — А я не боюсь, — решительно вызвалась старушка. — Рассказывай. Все как есть, излагай. Немного погодя, Георгий Александрович решился вынести ссор из одного угла избы в другой. — Изменяет мне дочка ваша, Оленька. На теплых морях с любовником загорает. — Это с каким еще любовником? А что, их много? — Деникинова фамилия. — Это с которым все за пианино просиживает? — Он самый. Просидело уж все. — Ну, я ей задам. Ничего больше не сказала Елена Ивановна, лишь руками всплеснула и ушла к себе в синее море рыбкую золотой. Появился Гриша, бледный, растерянный. Ему еще не случалось видеть отца в таком разбитом состоянии. — Чем занят? — с умыслом строго спросил Георгий Александрович. — Уроки делаю. — В самом деле? — закашлялся. — И чему же вас учат? — Географию учу. — Хорошо. — Скажи мне, милый ребенок, где находится Тенерифи? — В Атлантиде. — Хм. В Атлантике, хочешь сказать? — Гримаса Були исказила лицо. — Ну, иди. У себя в комнате Гриша проверил электронную почту. Макс Фактор писал. — Где ты? Куда пропал? Где искать загадочного юношу, затерянного в огромном городе? Гриша не отвечал. Не до него. — Руслан Ух, другой его виртуальный знакомый, прислал свежие фотки с солнечных пляжей, где щеголял в узеньких плавочках и обнимался с какими-то гарсонами в бабочках и белых рубашках. Он, значит, в трусах, а они на работе. Их общий дружок Щекотка должен был прилететь в Москву десятого утром и не один с двумя подругами. Потусоваться по клубам. Спонсировал он их, что ли? Щекотка не объяснял. Однако интересовался. Есть ли спонсоры у Грик-93? Почему он об этом спрашивает? А потому, что убедился на личном опыте. На сайтах знакомств ищут не любовь и долгие отношения, а Первое. Секс за материальную поддержку. Второе. Просто секс, чтобы слить и наполниться. Третье. Выходит типа для дружбы, но под дружбой подразумевается секс. Четвертое. Проверяют себя на Люблю ли я своего единственного и неповторимого? Через секс с другим единственным и неповторимым. Пятое. Желают типа просто пообщаться, но когда хреново бегут в постель с тем, с кем пообщался, сознавая, что «ну я же с ним общался, поэтому можно». И, наконец, шестое. Ищут резерв для будущих отношений, не исключая настоящий. Вывод. Ты молодой и привлекательный, поэтому у тебя должны быть спонсоры. Главное, жизнь свою на это не растрать. А то, улыбался Грик-93. Исподваль. Он старался обрести собственный голос. И понимал, что чем дольше откладывает, тем меньше возможностей, что ему вообще удастся его обрести. Что же тогда остается? Притяжение мира? В живых глазах игра ума? И если не голос, так облик – это вечное чудо возрождения субъективности. В складках, изгибах и напластованиях субъективность говорит о себе в первом лице, я знаю, я должен, я хочу. Он и она едины в этом лице. Она сама решает, что такое знание. Она знает, что должно. Она призвана производить волю. Ничто внешнее не существует само по себе. И даже чудовище истории принадлежит ей. Субтитры создавал DimaTorzok Право. Каковы практики себя? Современные процессы производства субъективности. Что в человеке зависит от человека? Скажем так, это не мы понимаем, это нас понимают. В тот момент, когда совершаются упорядоченные обмены между нами и историей, не мы прочитываем историю. Она вчитывается в нас. Понимая, мы открываемся смыслу. Становимся совершенно прозрачны, транспарентны, означающим структурам мира темп присутствия, мультичувственности, преобразования языка. Кочевник, тот, кто обрел собственный голос и уже проходит по жизни так, что не заметен историей, потому что ему больше нечего у нее занимать. История пишет себя чужими голосами, питается человеческим обликом. Пройти по жизни так, что не оставит следа. «Выступаю в маске», — осторожничал Декарт. Среди людей живых и свободных самый живой человек кочевой. Всегда в пути он идет по земле, но стихия его — воздух. Он свободен от мира, и вся тяжесть земли и жизни на ней свелась для него к рюкзачку за спиной. Далее зовут его обойти мир. Взгляд устремлен за горизонт, очерченный и скраденный подушками облаков. Пришелец, не имеющий своего дома, странник, ищущий невидимого града и незримого дома, он родом из фантастической страны духовного опьянения. Ему не сидится на месте. У него не местная, не мещанская душа. Солнечный шлейф, не сходя, скользит навстречу ему по грядам об холмов, расступающихся все дальше и дальше, к концу, к пределу, к выходу из этого мира, из этой земли, из всего провинциального, мещанского, заиндивелого. Его жизнь не столько повествование, сколько импрессия. У него нет истории, он открыт будущему. Кочевников много. Так много, что лиц не знает история. Они приходили и проходили прямиком в земной рай, и водам лет, и нечего было с них омывать. Кочевников тьмы и тьмы, куда больше, чем может вместить человеческий взгляд. Миллионы оседлых не в счет. В стране крепостной зависимости, неслыханного сервилизма и жуткой покорности, кочевники сами по себе, мятежные, не желающие знать формы в свободном опьянении духом. Они, немногие для кого страна торгашей, погруженных в тяжелую национальную плоть и холостов стяжателей кондового быта, страна мертвого бюрократического царства чиновников, безумных общественных экспериментов и поверхностных материалистических теорий, заедающей социальной среды, все это медь звенящая и кимвал брецающий, все это фантастический бессвязный сон, заколдованный круг вечного февраля, провинция духа. И пусть страна не вестится, предвхушая новых женихов-чародеев, гадая, кому отдать разбойную свою красу, иступленное желание, чтобы накатил дух, заставляет сердца волноваться в такт, а морской ветер на пути голосить о том, что ждет впереди. Дух кочевника, градов своего не имеющих и града грядущего взыскующих, мятежен и неутолим. Ему не учиться у Востока и Запада, что нужно и хорошо, что спасительно и что погибельно, не подчиняться в рабской покорности трубопроводному капиталу, не громить в дикой националистической реакции культурные новообразования. Ему нестись с ледников с озвучиями родниковой воды, набирать силу, звенеть, остужая лицо високосной репризой зимы. Ему обрести го особенный тон в говорении языка, исключительный, неповторимый, вечное прибежище исполнения сущности смертных. Пробуждение. Машины войны. Обратная дорога всегда быстрее. Хотя, если считать строго, можно убедиться, что это только так кажется. А чего-то и показалось странным сознавать кажимость, что обратная дорога быстрее. Верно и потому, что рефлексия поедает остатки лиризма. Ведь это так прозаично укладывать в чемодан вещи, убирать с полочек ванные принадлежности, вдыхая запах бустыни, ароматического масла, купленного у торговца Али, маленького лукавого человечка. Это так невыносимо думать о еще одной зиме, подкарауливающей по возвращению. Но возвращаться приходилось. И от мыслей этих некуда было деться. Димасик совсем не помогал. Он так и не научился быть добрым и послушным. Ничто не могло объяснить его внезапного охлаждения. Димасик отстранился и снова, так как тогда еще в универе стал сам по себе. Быть может, просто стал самим собой. Едва ли она знала его другим, когда он атомным ледоколом водил ее в Белом море. А теперь Деникин грубо пресекал любые попытки растопить не поймя чьими усилиями. На беду выкристаллизованный лед. Что же он такое? Какая воля в нем действовала и чью судьбу он исполнял? Что за снежная королева отняла Кая у еще одной Герды? Сказка приближалась к концу, увы, совсем не по Андерсу. Глупая ты женщина, Уленька, огорошил он ее в лоб. Тебе за мужа держаться и меньше приключений искать. Что хотел этим сказать? К чему? Она не нашла, что ответить. В аэропорту он убежал от нее, чтобы запастись дьюти-фри корзинкой шампанского, а перед этим ехидничал, пока она выискивала в глубине своего багажа аккуратно упрятанные в салфеточке ракушки. Пятьсот долларов штрафа на прощание пообещал смешливый отельный гид. Правительство Египта ревностно оберегает сокровища Красного моря. Разочарованные гости пригоршнями выбрасывали награбленные богатства прямо на проезжую часть, где под колесами все прибывающих транспортных экипажей роскошная семья тря морских животных безжалостно превращалась в мелкую труху. — А мне ничего такого не подсунуло? — съязвил. — Ненароком. — Будет, как в «Бангкок Хилтон» с Николь Кидман в главной роли. — Тебе ничего. Это ведь твои вещи. — Мои. — И, закрепив чемоданную ручку, присовокупил. — За наркотрафик в кино ее приговорили к расстрелу. — Это не наркота. — Ага, подумаешь, ракушки. — А то, что при въезде предупреждали, забыла? — Там столько всего было, и вообще я их на берегу нашла. — Женская логика. — Таможни до лампочки, где ты их нашла. — Таможни действительно было до лампочки, содержимое их багажа, но от этого было не легче. Сотни добрых людей выстроились в длинную очередь на рентген. Среди такого числа соотечественников, где были и охотники за длинным рублем, и учредители малых однодневных предприятий, в обществе, где умственная грубость и художественная тупость, наверное, до скончания веков господствующий факт, она растерянно озиралась, боясь, как бы кто из этих страшных русских ее или его не узнал. Общие знакомые — самое неприятное, что сейчас можно было придумать. Впрочем, и в племени людоедов главное качество человека — умение себя подать, а женщины всегда составляли одну из главных статей роскоши. «Это вам не инвестиции в экономику, в какую инвестируют, когда уже более некуда инвестировать». На руке болтался браслет из гостиницы. По возвращению никчебная, разоблачающая вещь. Она попыталась его снять, не тут-то было и, как ни дергала, не могла. Хоть бы хну попросить Демасика. Увы, на Деникина положиться было нельзя. В каждом он опознавал дурака от сахи или дурака от гламура и в этой своей неизвестной у кого приобретенной на смешливой манере комментировал российскую прессу, припасенную на борту. «Вот, дожили до полного бреда», – саркастически улыбался он, переворачивая страницы. «Некий Петрик по новой науке о природе изобретает. Ему под это миллиарды дают. Замечательный порядок. За Петрика Петрит главный законодатель страны, председатель Госдумы. И это на фоне сокращения бюджетных мест в аспирантурах и вузах. Ну и кто здесь, спрашивается, инквизитор? Кто физику в школе плохо учил? Или дуракам закон не писан, тем паче законы природы? А тут еще, оказывается, с природой этой надо считаться. Никто и ничто не помогает, просто мир так устроен. Господь Бог у нас не спросил. Дважды два – всегда четыре, а вечный двигатель невозможен, даже если это кому-то не нравится. Но нам на эти законы положить с прибором, плюнуть и растереть, а всяческих там ученых за пояс заткнуть. Да. Земля покоится на трех козлах, а три козла на медведя. Страна в шпагате, сидеть больно и встать нет сил. Рыхлый этнос. Вот еще, погляди, какая дурацкая карикатура. Куплю большой адронный коллайдер. Можно БУ. Обратная дорога всегда быстрее. Несколько минут отдыха после взлета и ее разбудили обедать. Рыба, мясо, наклонился Стюарт. Рыба. Безразлично выбрала она. В Москве опять холод, антициклон, прочитал он. Блокирующий гребень откуда-то со Скандинавии врезался до Урала. Ей было все равно. Она и так перенервничала. По причине часовой задержки рейса и очередные порции негатива пропускала мимо ушей. В такие минуты Деникин был, что бабушкин гороскоп. Всегда советовал, что делать, но, как правило, не догадывался, насколько ошибочная любая из его реляций. «Что, если Жора дожидается в Домодедово?» Вот что терзало ее с самой посадки. «Э, тогда тебя отправят в монастырь». «А тебя?» «Что он с тобой сделает, представляешь?» «Меня он убьет». «Ты его плохо знаешь. Сначала тебя смешают с грязью». «Прекрасно. Уйду из жизни, как я пришел, грязный, кричащий, оторванный от любимой женщины». «А потом знаешь, что будет?» «Тебя продадут на Кавказ, в рабство». «Ну, это уж совсем что-то из Лермонтова». «Из Толстого. Будешь в яме сидеть в горном ауле и воду хозяйке таскать». «А в пятки мне набьют щетины, чтобы не убежал». «Вы, Ольга Николаевна, злоупотребляете русской классикой. У них там в аулах насосы Бош воду качают». «Вот и ты будешь насосом Бош». «Насосом?» Деникин округлил щеки и резко вдунул. «Вы это с каким-то удовольствием предрекаете». «Предрекаю тебе это с удовольствием пострига». «Что, все так плохо?» «Возможно. Наверняка не скажешь. А сейчас слушай внимательно, Хабиби. Разойдемся на погранконтроле. Не видели друг друга, не знаем, да мало ли что». По первому размышлению Деникину стало не по себе. Душа его мятежная, ищущая, странническая, взыскующая нового Иерусалима, никогда не удовлетворялась ничем средним и относительным. И он уже видел себя кавказским пленником в яме с колодками на ногах. Сразу пришла мысль о побеге. «Только от кого и куда?» «Да это всех. От недоступка его соратников-бандюганов, от ДСК с Мехосенко его неврастении, от квартиры с Эркером и в филях и надоедливыми электричками под окном. Куда?» «На юг. В Крым. «Ты не находишь, — мрачно произнес он, — что весь русский юг производит впечатление какой-то вторичности. Все, что выстроено, и даже название, взять хотя бы завод шампанских вин, сосна Станкевича, генуэзская крепость, все это где-то уже с кем-то было. «Ты в своем уме? Я серьезно говорю, как поступать надо, а ты о заводе шампанских вин думаешь?» «Я думаю о развязке», — еще мрачнее произнес Денин. «Искусство Эншпиля самое изящное из искусств. Если им не владеть, все пойдет прахом. Злой рок у одного автора, за что он не брался, все кончалось анальным сексом. У других благородно, подвигом, гибелью, вечной памятью или тишиной, свадьбой, в конце концов. У этого же исключительно анальным сексом. Герой либо мастурбировал и отдавался, либо его насиловали. Гонишь. Чего только не предпринимал автор, переиначивал фабулу, изменял композицию, коверкал фигуры речи, все бесполезно. Он почти помешался. А потом до него дошло, что искусство Эншпиля лишь только копия развязки его реальных жизненных отношений. Все они кончались ужасающе одинаково. И ему стало смешно. Фантазии Деникина немногим уступали сюжетам Уильяма Берроуза, дедушки киберпанка и крестного отца Битников с бейджиком 60 лет на героине. Хотя Деникин вряд ли когда-нибудь смог бы фигурировать в них действующим лицом. Дмитрий был правильный офисный менеджер с незаурядным равнодушием к карьерному росту и утрированной диспозиции личной свободы. Творческая независимость была для него дороже бонуса и гонорара, а креативные возможности превыше необходимости жить посредством. Поэтому, когда в ответ на стандартный вопрос «Как дела?» он услышал «Тебя увольняют?» В самом деле, что ли? Да, ищут специалиста на твое место. Решил, что если Безменова и пошутила, то недалеко от истины его все равно должны были уволить не в худшие, так в лучшие времена. Поэтому какая в сущности разница, когда это произойдет, завтра или сегодня? В чем-то он даже был рад, что освободился из колеи утомительного руководства клиентским сервисом, хотя опыт накопления богатств чужих бесценных крупиц мог усовершенствовать бесконечно. Гомер воплотил всех доисторических поэтов. Бах – музыкальные достижения эпохи барокко, а значит и средневековье. Шекспир – культура возрождения. Оттуда, из всего совокупного наследия прошлого, явились на свет Илеада и Одиссея, Прелюдии и Фуги, Гамлет и Король Лир. Не будучи Марком Аврелием, римским императором, известным своим стремлением к общественному благу, а не к рукоплесканиям, Деникин, по крайней мере, в каждом из своих близких находил достаточно одаренности, чтобы быть греческим поэтом, немецким композитором или английским драматургом. Так великую музу Марины Цветаевой он однажды открыл воле. И пусть его подруге не доставало волевого порыва, чтобы взойти по облачным ступеням и прикоснуться к музыке миров, как это делали великие, он знал, что в ней это есть. И этого было довольно, чтобы как гений она значила для него не менее Баха или Шекспира. И когда она хватала блокнота и отрешенная принималась что-то записывать, запальчиво чиркой и выправляя, он почитал не от мира сего эти ее деяния, актом свободы. Он никогда не посмел бы ни словом, ни жестом воспрепятствовать или помешать ей в минуту священодействия. Вдохновенной ей распахнуто было окно на границе миллиона реальностей, и валькирией она летела над полем боя, где мечом служил карандаш, а души, чтобы только ощутить экстаз, чья боль желанна, как любовь, гибли и возрождались по одному мановению. Человек свободный, творческий, кочевой, любовник необыкновенный. Люби, люби, как душе угодно, желал он со всем своим пыла. Через это мы сопричастны Богу, а без Бога всем и небытие. В такие минуты души и правда любили друг друга, и он опекал это ее волшебство стиля. Никакой задиропузан, касая сажень в плечах, не спросил бы, ты зачем дурику с избрил? Пожелания будете у нас на Колыме, и отнекивания нет, уж лучше вы к нам с запозданием повторяли обанкроченный столетием ранее западный гуманизм. На историю Деникин смотрел с тем же скепсисом, что и на столичную интеллигенцию, и, оберегая поцелованных Богом людей, предпочитал держаться поодаль от незамысловатой широты народного обожания. Нужно было набраться мужественности не на войне только, но и в жизни мирной, чтобы стать хозяином на родимой земле. А именно этого не хватало Этносу, Лескова и Куприна. По приземлению лайнер долго плутал по взлетному полю. Что случилось? Почему не выходим? Опоздали на час вылетом из Хургада, объяснил Стюарт, и наше место у телетрапа занял другой самолет. Как такое может быть? Удомевала она. Место у телетрапа занял другой самолет. Это какая-то ерунда. Не волнуйся, безмятежно зевнал он. Скоро всех выпустят. Через полтора часа Жора будет на Ленинградском вокзале, а мы битый час торчим здесь у посадочной полосы. Ждать не было сил. Она метнулась к выходу вон из салона через бизнес-класс мимо расставленных по периметру стюардесс. Ему не оставалось ничего, как устремиться следом. В таком состоянии ее нельзя было отпускать. У заблокированной двери в двух шагах от кабины пилотов были предприняты энергичные усилия вернуть их на место. Куда там? Бесполезно. Ольга твердила, что должна выйти первой, сразу как распечатают эту ужасную банку. Ее успокаивали, говорили, что выйдут все, но сначала бизнес-класс. Чертям бизнес-класс. Но все равно прежде экипаж. Значит, следом за экипажем. Стюард сочувственно замолчал. Дескать, женщина вся в расстройстве и выступлении ума. Стюардессы активно убеждали Деникина занять свое место в хвосте салона. Бортпроводница припомнила, как беременная женщина упала и родила на борту, и все из-за того, что прохаживалась, пока самолет выруливал с полосы. — Надеюсь, ты не собираешься рожать на борту? — сказал свое веское слово Демасик. — Не собираюсь. Склад ума лучше иметь такой, чтобы не разворовывали. С первого ряда бизнес-класса пялились изумленные Фига и Генни Зарецкий. И эти здесь. Еще больше встревожилась Оленька. Страх, как очками сверкает змея очковая. Наконец подали трап и автобусом вывезли пассажиров в аэропорт. Действием без литературы жизнь животных. Она мчалась, шепча на ходу Акафис Богородицы мимо зала транзитных перевозок по галерее с курилками и комнатами ВЦ с небольшой заминкой у бледного пограничника на паспортном контроле. Соскочив с эскалатора, она всмотрелась в монитор и встала на выдачу багажа. Минута за минутой дали шанс успеть к прибытию поздно. Если бы супруг забыл о своем обещании. Но нет. Жора названивал непрерывно и если для сотовой связи нужны были бы провода, давно бы их оборвал. У ленты грузового терминала ее настигли Никин. Еще ждешь? Она отстранилась. В глазах провал и Лиссабона и Мессины. Все было хмурым, паспортом, каким-то необязательным. Жду. Романы можно писать. Романы нужно не писать, а крутить, ляпнул и понял всю неуместность Буфанады. Она уже ступила на землю и была наедине с темной, непроясненной стихией ничто, а он, он, все еще гулял между пальмами, слушал песню ветра и, погожий, истинный день бытия, навевал ему, что жизнь удалась. Прибыли чемоданы. Их багаж последним вывалился из недр распределителя. Деникин в два приема уложил его на тележку. Дальше бежали вместе. Мимо таможни, мимо аккуратно прибранной группы встречающих вдоль корректора на выход, туда, где через 5-7 минут отправлялся аэроэкспресс на Павелецкий вокзал. Таксисты из-за зывала всех мастей расцветок бросались на перерез. До метро? В город? Ласточкой долетим! С дороги кричал Деникин задавлю! И тележкой расталкивал наглых молодчиков. Он может, он может, в торопях заверяла Ольга едва поспевая за его неукротимым летом. Такси не спасало, все равно застопорились бы где-нибудь в съезда с кольцевой. Времени впритык хватало на поезд сначала с Красной, затем подземный, а там будет муж, семья, Гриша, заботы, хлопоты. Про! Стоять! Толстые, волосатые, неимоверные руки вывернули тележку в тупик, выдернули багаж и подхватили обоих. Узнаете? Ольга Николаевна. Известно, что у носорога слабое зрение, но при таком весе это уже не его проблема. Ее теснил носорог, теснил уверенный, что надо будет раз топчет, и она не сразу разглядела любезного его погонял. — Узнала? — строго повторил тот. — Теперь узнала. Это был он. Дитя с глазами мертвеца. Компаньон по сибирским промыслам мужа. — Как будто припоминаю. Первой мыслью было отвлечь внимание и позвать на помощь. Ну-ну, без шума. Миролюбиво приблизился старый знакомый. — Если чё, вон ему с угрозой стыкнул в Денькина. — Перо в левый бок между шестым и седьмым ребром. — Если чё, понятно? И снова миролюбиво. — Как за здоровьем у вас? — Всё в порядке? — Я ведь ни на минуту не забывал. Всё о вас думал. Где вы? Что вы? Как вы? И главное, с кем? Такая женщина, оптич, утеха. Устрашающе сложенные братаны ухмыльнулись. — Ну, едем домой. Жорик очень хочет вас видеть, и эскорт этот ваш тоже. Его даже в большей степени. Чё? Ждёт на вокзале? Неужели? Ну, это мы ему сейчас позвоним. Не надо ждать на вокзале, Жора. Здесь она. И белый генерал тоже. Кто-то обрадуется. Весельчак подмигнул. — Я сам пойду, — высвободился Деникин. — Не надо меня держать. — А ты не грузись. Мы с тобой побеседуем. По-приятельски. И отпустим. Знаешь, как замполит она... И тут он запнулся и переменил тему. — Где фамилию украл? Стюдент. Дедушка в детдоме дрочливый был. — Дедушка дрочливый! — Расхватался приятель. — И ты стала бы тоже дрочливым уродился. На улице было темно. Накрапывал мелкий дождь. Под ногами хлопали лужи со снегом. Шли долго. Братаны в развалочку, утиной походкой. Деникин на прямых, негнущихся ногах, боком. Ему пришлось самому катить чемодан, потому что братаны все более, чем даже это было в аэропорту, ограничивали свободу его перед движением. — Убью и порву! — окрестил их Деникин. На парковке не было ни души. — Ну что, Стюдент, в багажник залазь? — приказал весельчак. — А Ольга Николаевна, пожалуйте, наперед. Куража с «убью и порву» запихали Демасика вглубь салона и подсели с обеих сторон. — Места для поцелуев! — коротко взвизднул весельчак за баранкой. — Ну, любовничек, по всему будет тебе суицидальный оргазм. Сейчас умру, сейчас умру. Как-то ловко у них получается. — Хорошие девочки лишаются девственности после свадьбы. Плохие при первом случае. Умные сколько надо. — Где-то я уже это слышал. По-моему, от Михасенко. — Вело сам разил Демасик. Глубокая ночь к журналистам вышли Путин и Тимошенко. А повестило радио, и ему это показалось забавным. — Оля! — нетерпеливый вертелся на сиденье водитель. — У нас два выхода в космос. Байконур и Чуйская долина. Одной рукой он выруливал на Домодедовское шоссе, другой набирал номер. — А вы чего приуныли, доходиги? — Фить! — присвистнул он братанам. — Все только начинается. — Алло! — Ну? — Ольга расслышала в трубке голос супруга. — Да-да, причапал. — Здесь, все здесь! — криковал компаньон. — Я-то? — Не то слово. Заслужил, заработал. Все до последнего цента. Трудовое хорошее очко казанцев. Ё-моё! — На всю катушку? — Как скажешь. — Да ну! Настоящему мужику похер по какую сторону от колючей проволоки жить. Высморкался. Щелкал одной, а другую половинками телефона и в дурной, чудовищный голос захохотал. — Ха-ха-ха-ха! Брейте ноги, кони! Мы уже в дороге! — Мерзость! — сжалась она. Деникин только передернул плечами. Ласковые, изумрудные волны омывали негритянскую ванну Красного моря. С утра он отряхивал налепший на щиколотки песок и ребячился после заплыва. Вечность была у нас в глазах и на устах, вспомнил однозвучный гул, умещаемого в горсти океана. На лобовое стекло густыми хлопьями валил мокрый снег. Из ледяной пустыни провинции серые тучи все ближе подступали к центральному офису компании ДСК. Операционисток сдавали нервы, и они уходили в никуда, не подыскав про запас теплой вакансии и не востребовав приказ о сокращении. Трейдеры чаще тупили и совершали ничем не обусловленные ошибки. То клиента попутают и пугнут нулевым остатком на счете, а пока выяснится, что да как, рынок уходит. То поручения коряво исполнят, купят, продадут не то или то, да не в том количестве, и тогда неприятности сваливаются на бэк-офис. Утро 14-го числа выдалось грустным, промозглым, хотя снега и ветра не было. Не пропадало желание смежить веки и подремать, а еще лучше прикорнуть за оборонительным рубежом мониторов, пока Михасенко, человек в 75 километров нервов, не выскочить чертом из табакерки, женихом, перед которым не вестился весь офис. Женщина покоренная и потому покорная перед знаменем закона и благодати в одном лице. Приходили какие-то люди, чьи физиономии были исполнены смущением и низкой хитростью. В отсутствие Деникина, Стоценко лично провожал их в торговый зал, растолковывал правила совершения операций, приглашал в биржевую школу на занятия, проводимые отделом клиентского сервиса, специально для повышения клиентской же квалификации. Светлые головы ДСК тратили драгоценные вечерние часы для обучения менеджеров корпораций и рисковых физических лиц незатейливым приемом игры на финансовом рынке. Учили всех одинаково, памятуя, что обучить можно любого, но для того, чтобы правильно использовать правила, нужен был ум, а для того, чтобы выигрывать, еще и удача. Так что везло не всем. Что-то было не так с самого утра. Что Макс не знал. Как-то не так посмотрел на него Михасенко, когда ответил на приветствие. Вадим Сергеевич при пожатии чересчур быстро освободил руку. Ладошка была немножко влажной и не внушала доверия. Наталья отвернулась, как бы не желая здороваться. Стоило ли все это брать в голову? В ДСК время от времени случались подобные причины. То Шевов был не в настроении, то у Финдира шалили нервы, то у Натали наступали критические дни, когда она помирилась с мужем. Да, подобное было и раньше. Не здоровались, отворачивались, оборонялись, переходили в атаку. Случалось и такое, но не со всеми же сразу. Тут ему вспомнился анекдот о пациенте, тыкающем пальцем во все части ядреного своего организма и жалующимся на ужасную боль. Доктор, у меня все болит, вот здесь, показывает на сердце, вот здесь, хватается за живот и голова тоже касается головы, взвизгивает. Ничего страшного, успокаивает доктор, у вас палец сломан. Конечно, это были его проблемы. Это не они как-то не так здоровались, это у него проблемы с общениями. В последние дни он был на пределе. Брек заверял, что подписал приказ о назначении финдиром, а Михасенко не сегодня-завтра должен одобрить. А там понеслась замгенерального по финансам, в перспективе миноритарный акционер компании «Дилер сервис кредит». Пусть не стратегический инвестор с блокирующим пакетом акций, с мнением, кого нужно считаться, но все-таки. Уже сегодня его деньги начнут работать под высочайший процент, такой, о каком мечтает любой обыватель, лежа на диване. Процент для избранных. Он вошел в их число, неделю потратил, чтобы перевести на брокерский счет миллион зеленых. На 240 штук кредитоваться пришлось. Стольник в банке взял 20 в другом, а оставшиеся 120 по кооперативам собрал под умопопрочительные обязательства. Квартира, машина, даже мебель, все в залоге. Да и процент в кооперативчиках немногим меньше, чем для своих в ДСК, но тут уж не ударить лицом в грязь. Бряк просил миллион. На пятихатку был согласен, а Макс вынул да положил весь лям до последнего цента. Знай наших. Вы к нам с душой, ну и мы совсем рвенья. Что ж, не голоса дай. Бряк аж крякнул вчера, как платежку увидел. — Это все твои деньги, — сказал. — Мои, — гордо подтвердил Макс. — Ну, в смысле, в кредит взял кое-что. — А, в кредит. — Не слабо. Стало быть, пять банковских дней, и ты в дамках. — Лихо. Ох, лихо. Я в свое время недели две по сусекам скреб. — Ну, это когда было? — Да, миллион зеленых были тогда большущие деньги, — задумался Вадим Сергеевич. — Просто деньжище. Кстати, Вадим Сергеевич, о назначении шеф ничего не сказал. Теперь скажет, как-то двусмысленно замялся новый генеральный и вытащил из папки приказ. Дату видишь? Ты уже неделю, как по приказу Финдиром, числишься. Одной только резолюции не хватает, учредителя. Такого рода кадровые решения непременно согласования требуют собственникам. А учредитель у нас кто? Не паникуй. И пошелестев платежкой, поздравил. Значит, добро пожаловать в клуб миллионеров. — Спасибо. Макс почувствовал, что чего-то краснеет. — То есть завтра на планерке? — Да, кондиции примерно такие. С утречка все оформлено. Приказ, сделку, процент. Все лично с шефом. Вадим Сергеевич сплел на затылке ладони, потянулся, сладко зевнул. А я думаю, шеф ждать не станет. С какой легкостью дышал теперь Макс. С каким удовольствием прикидывал, как пошлет подальше Токарева и его контрагента. Хотя, может, и не пошлет. Но наводок давать точно не будет. Хватит. Свобода. Не пройдет и полгода, и он рассчитается по кредитам и заживет себе полноценным долларовым миллионером. И это только начало. Должность Финдира открывала перед ним заманчивые, сказочные перспективы. Сказочные. Да-да, что-то было во всем этом сказочное. И тут Макс понял, что насторожило его в обстановке. Это взгляд. Жесткий, нелюбовный взгляд Аслана Хасаныча. С контрразведкой он всегда поддерживал добрые отношения. Если отеческую улыбку и редкие рукопожатия в вестибюле, когда Аслан Хасаныч собственной персоной ни с того ни с сего встречал каждого специалиста в начале рабочего дня, можно было считать отношениями. Теперь он смотрел по-другому. Темные намерения угадывались в его глазах. Что-то мерзкое, скользкое, как спина акулы. Выныривало и сейчас же уходило вглубь, чтобы цапнуть и потащить на самое дно. Беспросветное животное, отчаяние и могильную муглу. Как там с телекомом? Тихо поинтересовался Элег Андреевич. Скупили? Ладно. Ну что, начнем, пожалуй. На повестке один вопрос, заговорила Юленька. Персональное дело Максима Геннадьевича Стаценко. Макс напрягся. Официальное обращение не сулило ничего хорошего. И что за хрень персональное дело? Будто речь шла не о повышении, а о дисциплинарном взыскании. Тоже мне собрание на ликероводочном заводе. А может... Юрист замолчала. Макс снова поймал испытывающий взгляд Аслана Хасаныча. Контрозвездчик взял слово и рассказал обо всей той огромной работе, что проделана служба безопасности, чтобы вывести его, Максима Стаценко, на чистую воду. Поначалу Макс не верил своим ушам. И сидел изъятый сам из себя. Что-то схлопнулось в самом нутре. И пустота ускоренно разрасталась. Аслан Хасаныч докладывал обо всех откатах, полученных управляющим центральным офисом через третьих лиц. Третьи лица тоже ему были известны. Для повышения дисциплинарной ответственности начальник службы безопасности и предложил мониторинг доходов сотрудников компании. Как в налоговое. Каждый заполняет декларацию и отчитывается об открытых банковских счетах и крупных покупках. Утаивание счета следует считать преступлением против компании. Что же касается Стаценко, Аслан Хасаныч настаивал на немедленном и добровольном возврате всех украденных средств и полновесной моральной компенсации. «Что им в ломбаду в голом виде плясать?» возразил Вадим Сергеевич. «Зачем в ломбаду? Пусть отрабатывает на полставки». «Это неэффективно», буркнула Олег Андреевич. «Решайте сами. Я свое предложил». «Ну что, скажешь, молчун, вскипелша. Деньги вернешь?» Нужно было отвечать. Макс не отпирался. Глупо и неудобно как-то. Контрразведчик все разнюхал, правда. Теперь нужно было искать пути к отступлению. Эх, если бы еще было чем заполнить кошмарный провал где-то под сердцем, прежде чем биение не оборвалось, не скатилось вниз. «Я все деньги вернул. У Вадима Сергеевича платежка». «Это мне известно». Досадливо дернул уголком рта Мехосенко. «32 миллиона рублей для зачисления на брокерский инвестиционный счет». «Немало». «По твоему поручению мы вложили их в акции «Газпрома» и государственные облигации». «Эдак мы тебе еще и должны будем». «Олег Андреевич». «Что, Олег Андреевич?» «Я тебя со школьной скамьи взял». «Забыл кургузый пиджачок, в каком из университета пришел». «Олег Андреевич». Макс покраснел и потупился куда-то под стол. «Заберите эти деньги, ну их. Только на работе оставьте». И к стыду своему непроизвольно явственно запустил воздух спираль. «А куда ты, гад, денешься? Вернуть деньги — это самое меньшее, что ты можешь для компании сделать». «Вадим Сергеевич, поручение при тебе?» «То были поручения на покупку неликвидных активов, зависших на балансе компании ДСК за последние годы. Вот по этому договору ткнула Юльниковки по бумаг. «Каждую страницу подписывай». «Каждую!» — я сказала. «Давай, дорогой, не бойся и не пресси». Аслан Хасаныч стал у него за спиной, как двужильная, крепко сбитая медсестра, что держала всякого, кому удаляли гланды. В детстве она и ему положила руки на плечи. А пустота все росла, увеличивалась, затягивая в свою черноту надежды на безболезненное освобождение. «Мы все тебе доверяли. Пришло время ответить тем же». Макс сжался и весь как-то разом вспотел. Даже с головы потек пот. С начинающей лысеть макушки, темечкой и височной кости. Глаза ныркнули за стеклах хамелеонов. Быстрым нервным рочерком Макс ставил подписи на каждой из перелистываемых перед ним бумаг. Здесь было все. Предлежащие ему еще минуту назад акции, государственные облигации, инвестиционные паи, остаток на счете. Все это обращалось в неликвид. Векселя каких-то уральских корпораций, залежавшихся у Олега Андреевича в сейфе. Корпорации, про которые Макс прекрасно знал, что они уже год как банкроты. Все, что стоило настоящих денег, все, что нажито было по сильным и непосильным трудам, все менялось на пустые бумажки. Развалины социалистического строительства, кирпичи в снегу и социалку на издыхании. Удары судьбы в лоб означают, что не возымели действия ее пинки под зад. Через минуту все было кончено. Стаценко лишился своих миллионов, но зато остался с ражданными корпоративными обязательствами на руках. Впрочем, их все равно не хватило бы на обоих в прихожей. А теперь забирай свое богатство. Олег Андреевич швырнул ему пачку векселей. И чтоб духу твоего в компании не было. Аслан Хасаныч, а вы будьте добры, проследите, чтобы этот предприниматель не маячил на фондовом рынке. Будьте покоены, ему не светит. Олег Андреевич, вы обещали, злопотал Макс. Если верну директором офиса, проваливай, не зли меня. И очень тебе не советуем подавать в суд. С каким-то издевательством даже вернула Юленька. У нас свидетели, документы. У тебя кто? Один. Катишься колбаской. Твое дело бесперспективняк, повел усами Аслан Хасаныч. Как есть бесперспективняк. Как твой дружок талдычит. Понял, кто тебя сдал. Все. Сопротивление было бесполезно. Да и разве можно было теперь сопротивляться? Как? Кому? Не имело смысла после драки кулаками не машут. Черная пустота вступила вниз живота, как будто для того только, чтобы подзудить, что мир стал слишком безучастен к форме и красоте. От унизительной бедности до вершин благополучия. Какое расстояние? Аслан Хасаныч, проводи. Услышал он, и сильная рука вытолкала его за дверь. А знаете, продолжил Олег Андреевич, я ведь прочел этот роман, драйзера этого ваших. Судьбы мира, пишет, находятся в руках людей, чье счастье в труде. Тунеядцы теряют все, работу, деньги, уважение соотечественников. Понимаете? Счастье в труде. А что касается записки, невелика важность. Давно ждал, кто придет и скажет мне всю эту гадость. А это ерунда все. Бесулька, бред. Счастье в труде, понимаете? И никаких хочу, или пора отдохнуть. Согласно мотала головой Юленька, лбом упирался в ладони Аслан Хацаныч. Птицын и Шушанян преданно внимали каждому слову. Будьте вы прокляты. Я здесь ни одному человеку не верю. Жалко вас. В сердцах смешался Вадим Сергеевич. Где права сила, права бессильна. Безменова, опрятная и положительная, дежурила у окна. Ступы ей, да метлу в руки. Стаценко проскрызнул мимо, дотопал до своего кабинета и понял, что отныне это больше не его кабинет. Он плотно притворил дверь и попытался собраться с мыслями. Сцена, разыгранная шабашем, ведьм, предстала в отвратительном свете. Удурчала, пущенная не к черту спираль. Неужели все они были свидетелями его позора? Люди векселя, так их Птицын, кажется, называет. Но ты же обосрался. Еще и Лямбаксов прокакал. Да что там Бакса? Карьеру загубил в ДСК, в любом другом офисе, и вообще в сферу финансов теперь ни ногой. Кому сгодится его белый воротничок? Неудачников презирают. Зазвенела черная пустота. Мак снял пиджак, подошел к окну и закурил. Кто ему помешает? В последний-то раз можно на своем, не своем, рабочем месте посмолить сигаретку, о жизни подумать. Или о смерти. Снова возвращалась зима. Свинцовые тучи опускались все ниже. Возвращение зимы было катастрофическим. Он смотрел на провода и на окна пельменные на другой стороне улицы. Проспект Мира. Москва. Город, который не чувствует боли и не щадит никого. Вот уже несколько лет он считал себя москвичом. А квартирку-то придется продать, чтобы вернуть должу в банку. Рафик к оперативу уйдет. В общем, гол как сокол. Жизнь сначала раскручивать. Только очки не по нолям и не в его пользу. Что же будет, если и с нулевым началом удача отвернулась от него, как Наталья в приемной? Жизнь кончилась, если не катастрофой, то огромными личными неприятностями. А ведь можно, подумалось вдруг, чтобы личные неприятности обернулись катастрофой для мачехи компании. Жизнь — это игра, игра с азартом, и парки выбирают нити судьбы. Ведьмы забавлялись тем, что, привязав его к шесту, кололи золотыми булавками для волос. Им было мало, что с надетым на шею ярмом, со связанными за спиной локтями. Каждый будний день он пахал, безвылазно запряженный в плуг. Одна вела плуг, другая правила с помощью толстой веревки, третья погоняла хлыстом, а мачеха стояла в стороне и смотрела. Мачеха — компания. Черная пустота, чужая и чуждая, как великан город, что на беду успел полюбиться ему. Мачеха — столица, мачеха — Москва. Только катастрофа могла сделать их любовь взаимной. И дальше все пустилось, закружилось, тронулось трехдольным притопыванием. Ум-ца-ца, ум-ца-ца. Азартный до самозабвения он спел свою песнь любви городу, где не был рожден, но где хотел помереть. Докурил, скрутил узлом галстук, встал на стол, снял старомодную, оставленную по его просьбе, люстру, накинул галстук на крюк в потолке. Крюк-держатель под хрустальную люстру рассчитан на двести килограмм вертикальной нагрузки. Проверил надежность петли, а потом он взлетел. Узкая удавка впилась в яблочко. Порвется? Нет. Мелькнула и растаяла мысль. Зачем? Все равно ведь замнут. Ко всему в нашей жизни незаметно примешивается смерть. Примешивается отнюдь не кульминацией трагедии или развязкой драмы. Примешивается микроскопическими дозами обид, чайными ложками поражений, даже в лаврах побед и фейерверхах триумфов запущен ее обратный отсчет. «Наверно, это справедливо и высшей степени разумно. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, зачем ему вечность». Георгий Александрович поджидал гостей в гараже. «Так вот, значит, какую аллегорию ты мне учидил, дохляк!» Молвил он, едва опустились секционные ворота, и пространство внутри оказалось абсолютно изолированным и герметичным. «Аллегорию! Ха-ха! Че, токарь, смешно! Вот пля, аллегория! Ха-ха-ха! А мне совсем не до смеха! Ничего, щас повеселимся!» И наотмож двинул Деникина по щеке. «Хороший дохляк! Мертвый дохляк! Стойте!» — закричала она. Сердце колотилось. «We have nothing to fear, but fear itself!» «Стоим!» — дико осклавился токарь и хуком справа сбил с ног поднимающегося Деникина. Братаны пару раз саданули под дых и наблюдали, как корчится на полу крупная, человекообразная насекомая. Тогда она метнулась к супругу. «Перестань! Как ты можешь?» И принялась стучать ему в грудь, как будто двери его сердца были закрыты. «Я, Оленька, все могу!» Он взял ее за руки и как вазу перестоял с места на место. «Но чего всполошилась?» «Влюбилась никак!» «Это поправимо!» «Не бейте его!» «Ты ничего не поняла, дорогая!» «Вопрос не в том, бить или не бить его!» «Сейчас вопрос в том, как не убить тебя!» Недоступка медленно выворачивал ей запястье. «Ай!» 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 Вздрагивала она!» «С пустынных пляжей доносилось слабое дуновение ветерка!» «Так что же, глокотелое воплощение распутства!» «Я хотела свободной женщиной быть, семью похоронить!» Сумрук методично заставлял встать ее на колени!» «А если я этого не хочу?» «Не хочу!» «Понятно тебе это слово?» «Или ничего, кроме себя, не видишь?» «А этого тебе не угодно!» «Теперь она ездит трахаться за границу!» «В России не тот кайф!» «Сука!» Заключил токай. «Но ты поосторожней!» Ряфнула в него недоступка. «Не лезь!» «Разберусь сам!» И в бешенце отширнул жену от себя. «Злачные места Клопенбурга! Вот что тебе подавай!» Отлетев в угол, она ухнула об этажерку, опрокинулась на цементный пол. Из носа потекла кровь, пальцы скрючила в конус, судорога пробежала по телу. Она шубно задышала и потеряла сознание. Впрочем, Георгий Александрович не хотел ничего замечать. Остервенелый, он наворачивал Деникину по затылку. Ботинок был крепкий, альпинистский, с цельнокроенным замшевым верхом и передним рантом для кошки. Специально по такому случаю подбирал. «Принц Датый!» Недоступ копнул с прицелом в самое ухо. «С этим что делать?» «Эх, дохляк!» «Слышь?» Токар нагнулся и принялся возить его по бетонке. Дмитрий застонал, оттолкнулся руками, но его прижали коленом, так что и шевельнуться было нельзя. «Цит!» «Понял, что не жилец?» «Понял, педота?» «Нихера он не понял! Молча ему объясню!» «Жорик, ты идиот!» «Скрипел Деникин!» «Барин в трусах!» «Да на королеме из себя корчишь!» «А ты кто такой?» От гнива Жорик вскипел. «Что за фрукт?» «Я, Димасик, я шампанское принес!» «Вот дурица!» Токарь шально подбегнул братанам. «Тоже мне слава крутого любовника!» «Субъект товарно-денежных отношений!» «Тоё дело труба!» «Труба!» «А я трубочист!» «Трубобочист!» «Приговаривал недоступка, стараясь угодить точно в пах!» «Злыдень ты, пюсягатый!» «Что в Хургаде искал?» «Ничего!» «Во смерти сыновья поместят твою тень в прекрасную гробницу!» «Удар!» «И будет тебе садома засеси!» «Удар!» «С похотливыми девками!» «Удар!» «Комплектом оборудования и полным приводом!» «Удар!» «Ещё удар!» «Порадуйся, если сразу умрёшь!» «Когда волна ярости улеглась, он вытянул руки и посмотрел на мелкую дрожь!» «Вот чего ты хотел!» «Вот до какой крайности вы меня довели!» Деникин, однако, не мог этого видеть. Он лежал лицом в красно-бурых подтёках и вроде не подавал признаков жизни. «Я вам покажу террор социальности!» «Заикаясь, Георгий Александрович гарантировал ему стимуляцию электричеством и пытки вакуумом, даже если вакуум придётся тибрить с обратной стороны луны. Японский городович живучий скотина!» «Живучий?» «Забей, оптать!» – ругнулся токарь. «Цезарь и Помпей тоже были рогаты!» «На-ка, выпей!» Токарь достал припасённую фляжечку и влил в рогоносца без малого стакана спирта. Недоступка проглотил всё и лишь на последнем глотке поперхнулся. «Хорош! Хорош!» – похлопал его по спине соратник, сама забота. «Уля, любой ценный опыт приобретается себе в убыток! А тут дело такое, хер просыш!» «Да Лиска!» – разразился плачем Георгий Александрович. «Мне для неё жизни не жалко! Она шваль!» «Тише!» – придержал его токарь. «Чьей жизни? Вот этого, что ли?» «Так плюнь разотри!» «Говно вопрос! Справимся!» Георгий Александрович на глазах ослабевал. «В городе Прата?» – забормотал. «Некогда действовал закон. По нему женщин за прелюбодеяние и проституцию сжигали на кострах. А потом, ты прикинь, его изменили! И он касался лишь тех, которые за денег!» «Всё?» – перебил токарь. «Я с тебя худею!» «А летом, – нарастал бред, – летом в Сочи кинотавр! Все места заняты!» «Теперь до скончания века кино будут снимать Михалковы и Кончаловские!» Тут он приврал что-то невнятное и забылся. «Хе!» «Достаточно одной таблетки!» «Что за семейка?» «Жена с пеной у рта, муж под клофелином!» «Любовничий ходит без устали и всё гадит, и гадит, и гадит!» «А всё ж на мне, на мне одной!» «Илина Ивановна!» И рассыпался жутким смехом. «Ну, спотёр руки!» «Работаем за двух!» «Фартово всё складывается!» «Мэтчесно!» «Этого!» Он указал на недоступка. «В спальню!» «Массу давить!» «Пошмонай там чего, пошуруди!» «Сечёшь!» «Живём-то как на вулкане!» «А этого!» Пихнул Деникина. «В баню!» «Чё пялишься, зверь!» «В натуре в баню волоки!» «Вон, верь за Мэрсом!» «Проверим опытный размер яиц!» «Узнает, откуда ноги растут!» «Ха-ха-ха-ха!» «А что думаете, если у него спереди штукенция такая в девять дюймов?» «Так и вставить нельзя!» «Брейте ноги, кони!» Когда сын отрезанный ломоть, нечего удивляться, что он быстро черствее. Братаны-токаревы! Были двое из ларца одинаковых с лица, и хотя на старшего были совсем не похожи, вполне бы подошли для объявления на сайте знакомств. Слышал про Куни. Знаком Сузи. ЭКГ, НЦФЛЭГ. Работаю в МВД. Подрабатываю в ЭПГ. Не были они сиротами и молчунами. Но изъяснялись таким языком, который избегали предки, и дай Бог избегнут и потомки. Потому как лучше оглохнуть, чем слышать такое. В сравнении с ними токарев-старший выглядел царско-сельским добряком-лицеистом. А ведь быть вежливым с предками, чтобы не получить подзад от потомков, и означает прежде всего не утратить родную речь. Конечно, уголовный арго возник не сам по себе ниоткуда. И потому не может так же сам по себе уйти никуда. Лишенный свободы, как социальная группа, сверстанный рядом понятий, как система обозначений, этот арго – свидетель темных дел и делишек. Сколько бы ни было велико восхищение французского классика самобытностью криминального наречия, арго – это язва, разъедающая общественные органины. Просторечие, жаргон, сленг – все оказываются больны его заразой. И вот, ботая по фене, юноша жует кашу во рту, звуки застревают между зубами, как тина в пойме отступающих рек. Все лишь бы произвести впечатление настоящего поотсаньего быдла. В душе пустота. Немного еще одно дитя с глазами мертвеца огородится кирпичной стеной глухого непонимания. Слышно ли ему самому, что и как говорит он, что и как отвечают ему? Быть может, для того, чтобы слышать, нужно хотя бы шаг сделать к метафизическому, а чтобы спастись в спасенном языке, научиться просить? Освободись, человек. Будь самим собой, снегово взори и открытым звуком. Жизнь каждого человека есть момент абсолютного бытия, и ничто не обещает другого такого момента для свершения вечности своего бытия. Назвать ли это законом сохранения смысла или принципом осмысленности? Жизнь осмыслена благодаря развязке. К чему дело шло? Чем должно было кончиться? Эпилепсия, священная болезнь, смерть. Разве в бесконечности может быть смысл? Смерть и жизнь обретает смысл, но теряют смысл многие земные и грехованные ли прижизненные отношения. Сколько человеческого, любимого, влекомого, нежного исчезает после. Самое бессмысленное, что есть на земле – смерть. И однако проклят был агосфер. Одно обессмысливается, чтобы стало осмысленным. Другое. Что это, как незакон? Сохранение. «Че?» – переспросил токарь. «Устроишь органомический оргазм? Засади еще!» «Ха! Ха-ха-ха! Твои рамсы бабник! Мне похер!» По распространенному мнению, если женщина говорит, что ненавидит кого-то, значит, любит, но он козел. Токарев старший регулярно обкладывал братанов матом, но это нисколько не мешало ему жеваться вместе и вместе перетягивать одеяло каждому на себя. «Мужчине?» – он поднял палец. «Следует быть избирательным, а ты бросаешься на каждую щелку. Вот пля!» «Знаю, все епаться хотят, а брательники больше остальных, ха! Об этом только рамсы. Мне похер, я сказал. С утра самолет! Здравствуй, Ямайка! Прощай, Москва!» «Не забалуй, ха! А то будет по новой тундра, ледник, газопровод с Ямала, рублей как дерьма, а все мало!» Деникина перетащили в комнату отдыха со старым бильярдным столом и потертой кожаной мебелью. Время от времени он приходил в сознание, различал рассеянный свет, потную морду Токарева, руки на груди, кулак, жесткий тычок, и снова наступала темная ночь. «Эх, так и есть!» «Жесть!» Успевала прийти мысль. «Не дождетесь!» В тесном мерке ушной раковиной вился снежный вихрь. Две тени в облегающем черном двигались по кругу медленно механическим, скользящим манером. В одном ритме, пугающе осмотрительно, шли они степенно и тяжело представляя лыжные палки в неизменной уверенности в получении непреложного в назначенный срок. Насквозь пронизанные ветром вряд ли они были людьми, если вообще когда-то были чем-то живым. Те немедленно приближались, чтобы увезти за собой. Этажом выше, опустелая, была прибрана спальня бабушки, а над ней в бансарде с окошком под самой крышей над симфонией своего космоса трудился ребенок. Колдовской, словом останавливавший дождь. другое, свое, неизбывное, переполняло, болью и печалью одышевляя его. Теперь он знал, что пришел, чтобы исчезнуть. Но жизнь была чересчур велика, чтобы охватить ее словом, и он сочинял песни. Мелодии были бесхитростны, слова просты, и это была та чудесная простота, какую он мог оплатить миру за возможность своего бытия. Ведь если воля и может изменить мир, так только по самому краю. Субтитры создавал DimaTorzok Макс Фактор. Привет, Гриша, куда пропал? Грик 93, привет. Еще хочешь со мной общаться? Макс Фактор, хочу. Почему ты об этом спрашиваешь? Грик 93, знаешь, какого мнения некоторые? Какого? Красавчик, пишут, опять перед вебкой сидишь, анонируешь, типа с десяток трансляций открыл, ни дня без дрочки. Ну, это дело хозяйское, как говорил Карлсон. Житейское, он говорил. Ага, значит, тоже этот мульт любишь. А то. Макс Фактор, обижаешься, когда просят раздеться? Нет. Макс Фактор, в самом деле, зачем нужны хорошенькая личика и стройная тельца, если некому их показать? Грик 93, обидно другое. Всех интересует одно, берешь ли в рот и даешь ли в очко? Меня это злит. Макс Фактор, ну, это взаимопользование, не бери в голову. Грик 93, я это не понимаю. Макс Фактор, когда все понимаешь, значит, тебе не обо всем говорят. Грик 93, в самом деле, а я-то думаю, почему это отец меня в сауну не зовет? Вроде уже большой. Макс Фактор, вот из-за того, что большой, потому и не зовет. У него там свои дела. Нет у них там никаких дел. Пиво с приятелем пьет. Ты уверен? Может, разговоры у них там свои, не для твоих ушей. Интересно, что же такое, я там не слышал. Как с форхен добить? Или как мечи подавать? Не о Бетховене же они говорят. Макс Фактор, а ты почем знаешь? Шпионишь за приятелем? Грик 93, да, но только когда все разойдутся, он тогда голым душ принимает. А у меня лаз есть. Никто им не пользуется. И? Классная у него фигура. Такую хочу. Ну, у тебя тоже не слабо. Грик 93, спасибо, что досталось, от того и возбуждаюсь. Хотя у меня плоско все, мышцы хочу. Это дело наживное. А когда наживет? Скоро. Не боишься, что застукают? Нас в детстве ни разу не застукали, пока за девчонками подсматривали. Нас? Вас там много было? Много. Смеется. Сейчас тем более не догонят. Макс Фактор. Мало ли. Вдруг судьба в дверь постучит, как к Бетховену. Грик 93, постучит, полбу получит. Я сам себе судьба. Ну, ты даешь. У нас сегодня одному постучало. Повесился. Грик 93, как-то повесился. Взял и повесился, прямо на работе. Шуму было. Еле из петли вытащили. Шеф прибежал. Служба безопасности. Орут, ругаются. Цирк. Грик 93, дыхание рот в рот делали? Макс Фактор. Какое? Его за руки держат, а он отдышался и снова по лесу. Прямый такой. Грик 93, весело вы там существуете. Макс Фактор. Не говори. Грик 93, а ты у него начальник? Да нет. Макс Фактор замешкал. Он, в общем-то, сам по себе. Я все больше по векселям. Грик 93, ты говорил, минагером работаешь, людьми управляешь. Макс Фактор. Ну, так они как люди, векселя эти. Грик 93, у нас тоже вот судьба вчера постучалась. Макс Фактор. Что-то случилось? Грик 93, случилось. После продолжительного молчания. А отец запил с горя. Макс Фактор. Наверное, это неправильно. Грик 93. Частенько у него то желудок болит, то трубы горят. И так по кругу. По Станиславскому ужастик разыгрывает, как в американском кино. Достает тебя? Меня не особо. В школе достают больше. Это как? Обсмеивают. За что? Спросишь тоже. Кто пытается бороться за правду, того и обсмеивают. Макс Фактор. Почему? Не могут сказать правду сами? Грик 93. Потому что их обсмеяли в свое время, и они боятся снова быть высмеянными. И потому что все смеются, и они думают, что большинство всегда право. Макс Фактор. Да, разных причин хватает. Грик 93. А с чего это в мире так началось? Да просто давным-давно в древности кто-то кому-то позавидовал, или тот ему помешал в его грязном деле. И первый стал завистлив осмеивать второго. Следующий взял пример с первого и пошло-поехало. Люди не могут жить без лжи и осмеивания. Макс Фактор. Это смотря в каком количестве ложь. Грик 93. Ты часто врешь? Бывает, когда нужно для дела. А я не буду лгать. Никогда. Постараюсь. Макс Фактор. Молочина. А если спросят, в душево подглядывал? Скажу, подглядывал. Правда? Тебе же сказал. И ничего утаивать не будешь. А зачем? Макс Фактор. А зачем? Любимый вопрос нашей секретарши. Чуть что спросишь, она сразу, а зачем? Грик 93. Все тайное когда-нибудь становится явным. Я ничего не хочу скрывать. Ты гордый? Это не есть хорошо. Грик 93. Просто я не хочу походить на других. Хочу быть самим собой. Просто быть. Макс Фактор. Покаешь себя? Грик 93. А ты? Макс Фактор. Не сейчас. У меня ведуха помятая. Выгляжу ужасно. Грик 93. Жаль. Макс Фактор. Макс Фактор. Как тебе зима? Грик 93. Слякоть надоело. В голове что-то бродит, только не воплощается. Вот сегодня мне снилась красивая прогулка с друзьями из прежней школы в солнечном резном европейском городке. На бульварах лежал талый снег, и мы умывались снегом. Макс Фактор. Красиво. Грик 93. Только они были на гии, а я в кальсонах. Проснулся с сожалением. Так хорошо было. Макс Фактор. А ты почему в кальсонах? Грик 93. Не знаю. Таким себя видел. Макс Фактор. А по жизни каким себя видишь? Кем? Грик 93. По жизни? Наверное, Гришей. Просто Гришей? Гришей, который доказал теорему Куанкаре, выложил в интернет под именем Гриша. Что за теорема? Грик 93. Если фундаментальная группа трехмерного многообразия тривиальна, то она гомеоморф на сфере. По-моему, так. Макс Фактор. Это так важно. Грик 93. Еще как. Для топологии это так же важно, как периодический закон для химии. Макс Фактор. Верю. А при чем здесь ты? Грик 93. Песни я выкладываю в интернет. Мир дал мне музыку, и я должен отдать миру то, что у него взял. Макс Фактор. Ну, ты хоть пробовал на этом деньги зарабатывать? Грик 93. Не думаю, что это возможно. Я вообще не такой человек. Макс Фактор. Не гомеоморфный? Грик 93. Не тривиальный? Макс Фактор. Это уж точно. Конь-огонь. Грик 93. С дымом из ноздрей? Макс Фактор. С огнем в глазах? Грик 93. Надеюсь, это не тот огонь, признак тлеющих опилок в голове? Макс Фактор. Не. Грик 93. У меня принцип. Всегда выкладывайся по полной. Никогда не сдавайся. На вершине всегда найдется свободное место. Теперь мне понятно, почему тебя обсмеивают. Почему? Уж очень ты отличаешься. Очень это как? Ты даже внешне красной, необыкновенной масти, а еще идеалист, музыку сочиняешь. Ну и что? Макс Фактор. Вспомни уроки физики. Когда что-то синтезируешь, создаешь. Невероятно много энергии надо потратить, чтобы конструкция состоялась. Музыка, как любовь, требует вложения моральных, физических и духовных сил. И наоборот. Когда нечто разваливается над дымящимися руинами, поднимается облако тепла. Расвобождается энергия, безумная по своей разрушающей силе. Грик 93. Атомная бомба? Макс Фактор. Скорее водородная. Энергия синтеза гелия из водорода. Синтеза, сопровождающегося колоссальным световым и тепловым отлучением. Грик 93. Как на солнце. Макс Фактор. Если не круче. А ты идеалист. Хочешь построить такое идеальное сооружение. Ну просто чудо света. Что чуть маленькая недоработка, и тебя не устраивает все. И ты ломаешь все до самого основания. Даже не до основания, до ямы. Там, где поначалу было зеленое поле, выжигаешь все, и на его месте остается котлован, весьма подходящий для сброса нечистот. Вот так твой идеализм приводит к грязным потокам слов в твой адрес. Грик 93. Может оно и так, только я ничего не разрушал. Макс Фактор. Надеюсь. Быть может это я себе. Сам такой. Грик 93. Ладно. Пойду пошастаю. Сонно гуляю. Макс Фактор. Опять своим лазом пойдешь? Грик 93. Конечно. Ночью выбираюсь через сауну и гараж. Никто не замечает даже, что меня дома нет. Думают, что ключи потеряли. Макс Фактор. Завтра будешь в сети? Грик 93. Завтра у нас с отцом хлопотный день. Макс Фактор. У меня тоже. Ну иди. Оброди. Грик 93. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Зачастую новые животные не создают новых генов, а используют старые, но иначе. Геном птицы – почти готовый геном динозавра. У курицы можно вырастить хвост, и в скорлупе яйца у цыпленка хвост тот же, что и у археоптерикса. Птицы сохранили механизм роста, характерный для гигантских рептилий. В эру новой жизни механизм выключается много раньше, и курица остается курицами, а динозавры известны лишь по раскопкам. Ближайшие родственники птиц – крокодилы и аллигаторы, и если запустить механизм роста зубов у зародыша под скорлупой, пробудив ген, перешедший в неактивное состояние, то у птенчика вырастут зубы той же формы, что некогда были у тираннозавра. Тонкой пленочкой бытия возвращалось сознание. Деникин видел жрецов, свиту фараона и его самого, погоравного сына Ра. Момент. И темная масса гексосов и какой-то слепой бедноты заполоняла весь обзор и повергала в беспамятство. «Не трожь человека, деревца, костравлям, не разводи!» Он приходил в себя с ощущением, что вся эта темная масса слилась и силилась разрушить храмы, пирамиды, гробницы, отделив их от плодородной долины Зеленой реки, по берегам которой они были вознесены и которые в видении его, как острова, принадлежали. «Не бей человека, птица!» Еще не открыт от стрел. Лавры победы увенчали бы противника, если бы там было кому победить. Откуда берутся мысли, истории, вдохновения? Он пытался рассуждать на отвлеченные темы. Откуда? Из народа. Это как? Какой бы он ни был. А если народ вырождается? И так в нем такое деется. Боже, не приведи! Откуда берутся эти прекрасные порывы? Одни порывы, без постоянного усилия. Но ведь берутся, значит, есть еще порох в пороховницах, здоровые силы. На том и стоим. Йо. На чуде возникновения смысла из бессмыслицы, вещи из глины, лепоты из нелепости. «Дядь Дима, оденьтесь!» Услышал он от собой. Тонкую пленочку бытия возвращалось сознание. «Ваши вещи порваны! Вот, возьмите мое!» Оказывается, некоторое время он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. Какие-то резкие звуки по соседству разбудили его. Тяжело было повернуть голову, и он лежал вперед в долгий взор в серую плоскость бетонного перекрытия. Журик не заботится об эстетике над головой. Всегда только стены и под ногами. «Одевайтесь, ну!» Повторили с особой настойчивостью. Шмотки ворохом шлепнулись на живот. «Курская дудка! Кто бы это мог быть?» «Дядя Дима, быстрее!» «Они там маму убили!» «Дядя Дима, убили!» И тогда он вспомнил все. «Я надумала, едем, только не в Европу и не в Китай!» «Др-ляв-др-волькан!» «Хабиби!» «Всюду жизнь!» «Нигде нет покоя!» «Гребцы корабля, на котором Египет плывет по реке вечности!» «Прошу, стань сильнее меня!» «Стань ласковее!» «Красное море!» «Курорт!» «Что же, и ты подхвати мою руку!» «Нау юар туэнтэн зе кинс чэмбэр фраунхаффер!» «Не Копенгаген какой-нибудь!» «Мэйден Джапэн!» «Форт Форос!» «Такая тема!» «Врубайся, страна!» «Люди хотят поэзинна!» «Подружка!» «Придушит подушкой!» «Чудеса чудеса ты!» «Фюнф минутен!» «Казанова!» «Пьеро!» «Бабень и Клавдия Шрам!» «Отечество мое!» «Я послужил тебе словом и делом!» «Мы были вместе всего лишь год!» «А люблю тебя целую вечность!» Реминесценции разом вспыхнули и отступили. Деникин лихорадочно оттягивал тесные подростковые джинсы. «Убили!» «Так, так!» Переворачивалась одна мысль. «Что теперь делать?» Ворота гаража были открыты. Наступал хмурый рассвет. Он сразу нашел ее, она дышала, но была совсем плоха. «Как же это!» Проспала целую ночь. Вдруг возникло сомнение. «Жива!» «Дышит!» Скал держащемуся поводу Грише. Тот клепнул носом, хоть не заревел. Уже крови подли него недвижно были простерты двое. «Убью и порву!» Опознал Деникин с дырками в голове. Токаря нигде не было видно. Он снова посмотрел на Гришу. В глазах читался вопрос. «Это лупоглазый их замочил. Не ври, зачем ему это?» Пистолет-то его, пожал плечами Гриша, несколько отстраненно, даже вроде бы равнодушно. Но тут же затаенной надежды прибавил. «Дядь Дима, вы на моей стороне?» «На твоей?» «Не понял, Деникин». «А на чьей же еще?» «Что хотел от него Гриша?» До этой минуты Деникин всегда был на своей стороне. И, не собираясь никому примыкать, не боялся фиаско. «Конечно. Выходит, ты меня спас, а эти...» Два тела выглядели безобразно. «Если сдохли, туда им дорога». Тот холодок пробежал по его спине, и страх колючий прикоснулся к нему. «А у поглаза их что, в доме?» «Нет, когда он зашел, у меня еще пистолет был». «И что он?» «Сел в тачку и укатил». «Сказал чего?» «Попробуй он квакнуть, я по ему рожу отстрелю». Гриша не шутил. Зря от ненависти в его угрозе мог воспламенить порох в патроне. «А где отец?» «Спит пьяный». «А Елена Ивановна?» «Бабушка умерла. Сегодня из морга забирать будем». «Да...» Кисло выдавил из себя Деникин. «Пожалуй, ты прав. Он вышел из гаража, задрал голову в небо. Как в мультяшке о пластилиновой вороне. Снег идет, хлопья падают. Люди идут, поскальзываются и летят. Даром, что пейзажем в России считается швейцарский вид. «Уходи, дядя Дима!» Шла не убедить во что бы то ни стало, приблизился Гриша. «Я сам разберусь». «А получится?» «Скорую вызвал?» «Милицию?» «МЧС?» «ГИБДД?» «Что там еще?» Ему хотелось смеяться. «Глупо. В доме два трупа. Самые два ноги волочит. Оленька не жива, не мертва. А его на хихи пробило. «Уму мужчину не понять», — вспомнился стишок. «Ему отдашься, скажет, блядь, не отдашься, — скажет, сука. С милицией пусть отец беседует, как протрезвеет. Никому ничего объяснять не буду. Только тебе сознался». «А мама? Что же ты думаешь сам в чувство ее привести?» «Я думал, ее убили», — подмурился Гриша. «Ну так радуйся, что живы все!» Гартнул во все горло и узнал о залихватскую интонацию токаря. «Вот разве Елена Ивановна...» «Да она не имеет к этому отношения, царствие ей небесное». Гриша не возражал, но и радоваться не спешил. «Пистолет при тебе?» «Нет». «Избавился». «Избавился?» Мысленно переспросил Деникин. «Что значит избавился?» «Проглотил». «Тоже мне ударены по лицу и под дых» произнес слух. «Телефон давай». «Дядь Дима!» «Чего я испугался?» «Звони в скорую». «Да позвонил уже». «Тогда чего?» «А, вот ты о чем». «Недоумение рассеялось». «Так это не ко мне». «Я без памяти был». «А все, что ты мне сказал...» «А что ты мне сказал?» «Хорошая болезнь склероза. Каждый день новости». «Падал прошлогодний снег». «На площадке для тенниса растевался ровно его покров». «Возбуждение первых минуту легло с...» «Сев на колени, Деникин вытер лицо, осторожно прикладывая горсть снежной ваты к ссадинам и кровоподтекам». «Глаза на месте, нос, зубы. Опухший уволен язык тяжело вращался во рту. Вроде бы тоже. Стальное срастется. Срастется». «В изнеможении он завалился на ног, заслонясь от смерти, черной, только собственной спиной. Прохлада показалась приятной ему. Он подложил руки под голову, подтянул ноги и уставился вдаль. Что это? Сон? Или все дело в спасительной амнезии? Все было как в детстве, когда, положив голову на подушку, он различал завывания в юге, скрип полозьев, морозное дыхание пустоши и потом... Белый снег, белый снег, белый день. В этой местности холмы чередовались с равнинами, леса и рощи с заливными лугами и долинами рек. Живописные ландшафты соседствовали с памятниками истории. Ему чудилось, что он видит крест на куполе Екатерининской пустыни. И отсюда, на юг, там, дальше, за горками, княжескую усадьбу Волконских в Суханово. И кругом белый снег, белый снег, белый сон. Эх, подольше бы снились эти сны волшебные. Дайте укутаться в них, не трогайте, не лезьте сюда. Вихрь, отбушевав, уходил. На земной груди воскресала частная, покорная жизнь, быть, может, не менее важная, чем вихрь и огромных событий там, наверху, откуда падал и таял снег. Он приложил к уху ладонь. Вьюга стихла. И черные тени смерти растворились голубыми красками на снегу. Снисходили совсем другие. Мысль – тень печали. И страдания – тень любви. Канал всякий раз открывался на новой чистоте. Это и была жизнь. «Вернуться, что ли, в университет?» – раздумывал он. Остепениться, студентам дипломы писать. «Со вчерашнего дня для меня безработного – это вариант. Хотя до цен зарабатывают столько, что едва хватает на коммунальные платежи и контрацепцию. Люди не хотят жить в эпоху перемен. Точнее, жить-то они хотят, но не живут долго. Бывает даже, что те, кто уволился из органов, с этими органами и начинают воевать. Всяко бывает, когда строишь пирамиды на иголках. Мне жаль любви сиротливо-несчастной, в которой места моей ласки нет. Человек в действительности не желает другой натуры, кроме своей собственной, и стремится к совершенству лишь в том, что присуще ему. Потом и сваливается эта тоска. Щемящее желание поменять порядок вещей, переехать, найти себя. Не в смене или природы своей, тоска размыкается. В смене жизни и смерти. Когда нет необходимого, так и хочется позволить себе лишнее. Вот яхты. Чем мы не владеем и никогда не будем владеть. Разве что Михосенко. И есть ли у нас право жить в нищете? Когда за нами тьма тем павших, чтобы мы жили. А мы все в дерьме. Нет у нас права на скотское прозябание. Стыд перед Богом должен быть за этакую нищету. Житейскую и духовную. А те немцы, французы и их же с ними цивилизованную. Как они дорожат временем на ограниченном своем пространстве. Правильно. Пускай дорожат. Веки смежались с забытием. Блеснул яркий солнечный луч, пробежал по лицу. Он видел тихий южный городишко. С каменными улицами, белыми домиками и красной черепицей. Русский остров. Пляжи длинные и широкие. Песок чистый и мягкий. Он мог бы жить здесь преданно языку. А что? Живешь себе, бродишь по веселым аллеям, вокруг да около небольших лагун. Читаешь на арабском, пишешь на французском, а мыслишь? Мыслишь так и по-русски. Загораешь, купаешься, играешь в гольф. Тепло светит солнце, кайты гоняют по мелководью. И все, не принадлежа, принадлежит тебе. Тени пальм во дворе, кусты роз и столик для курения кальяна. И весь мир с голубыми озерами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok